Здравствуйте, друзья. Мы тут бегом, понимаешь, бежали, ехали из Саннивейла в Санта-Круз, прибежали, наладились и вот я вам пишу привет английскими буковками. Вот я уже у вас возник на экране, я вижу. Так, значит, сейчас мы подвинем. Все. И в приложении Телеграм тоже я дал извещение. Вот так что сейчас глядишь, вот народ и подсоберется. Светочка, ты мне сделаешь попить? Да. Вот, здравствуйте, здравствуйте из разных мест. У нас тут всякие приветствия идут. Из Пензенской области. Пенза, друзья, это один из основных наших регионов. Вот, ну, наряду с Киевом, конечно, и другими местами. Вот, у нас, говорит, в Москве неделю дожди. Ну, я скажу, дожди не страшно, но, конечно, то, что вот там этот ураган нехороший, и люди погибли, это, конечно, очень огорчительно. То есть, к сожалению, видите, как бывает. А дождь? Чего дождь? Хорошо дождь. Новороссийск, Фресно, тут у нас недалеко относительно, Хабаровск. Какой у меня компьютер? Windows или Mac? Так, я Windows-овский человек. У меня на Mac ничего нет. Ну, у меня есть iPhone. Вот, все, что у меня есть с той стороны. А так все больше на Windows. Так, из Казахстана, Академгородка Новосибирского, Прага. Опа. Так, значит, Шэньчжэнь. Друзья, у нас и в Китае люди есть. Так, у нас снег с крадом в Москве вчера был, говорит Антон. Ну, вот мы с нашей Валерией беседовали, новенькой девочкой. Вот такое ощущение, что Москва занимает такую территорию, что в одном районе, значит, там ураган какой-то, а в другом районе люди даже и не в курсе. То есть, так вот, судя по рассказам. Расскажите про значимость профиля на LinkedIn. В RF никогда не пользовался. ЦУС создал, тут создал, только по совету рекрутера. Он же сказал, что грамотно оформленный профиль – это важно. Какое ваше мнение? Это важно, потому что, когда они видят ваше резюме, они идут посмотреть на ваш профайл в LinkedIn. И, если находятся какие-то разночтения, например, тут в резюме вы говорите, что были программистом, а там пишите, что были бухгалтером, например. Да, это все так заметно. Существенно, сколько у вас там людей, которые к вам подключены, профессиональные вот эти connections. Если вы там 15 лет работаете в индустрии, у вас там 3 connections, это говорит о том, что что-то с вами не так. То есть, бывает, конечно, но, в общем, это не совсем нормально. Вот. Да, про профайл в LinkedIn очень много чего сказано, написано и так далее. Если вы в IT особенно работаете, я в других отраслях не могу судить, но если вы в IT, у вас должен быть этот самый профайл, он должен соответствовать вашему резюме и так далее. Как часто стартапы нанимают сотрудников для удаленной работы? Ну, стартапы чаще нанимают, потому что у них денег нет, поэтому они норовят сэкономить. Я знаю тут массу стартапов вот в Кремниевой долине, где два человека сидят в долине, а еще 25 у них там по всему миру. Это очень часто. Конечно, и большие компании могут, но большие компании обычно просто делают какие-то отделы большие в других странах, филиалы делают. А стартапчики, они нанимают индивидуально людей там со всего мира, ну там кто подешевле. Конечно, есть такое. Так, меня как позитивного человека из Киева приветствуют. Могилев, Беларусь. Ураган снес пирамиду экстрасенсов. На Рижском шоссе стояло лет 15. Видите, как бывает. Ну, снес, значит снес. Можно новую поставить. Никополь. Света, ты вот с Украины, ты знаешь город Никополь? Я слышала. Света слышала, но где не знает, я тоже не знаю. Такое греческое как бы название получается, да, там. Москва, Уфа, Мытища, Перми, Перми, Гомель. Почему ВКонтакте редко отвечаете? Вы знаете, это правда. Я вообще как-то редко в соцсетях. ВКонтакте это единственное место, где у меня довольно много народу там пытаются со мной выйти на связь. Скажем, в Одноклассниках практически ничего нет. Где там еще бывает. Вы хорошо сказали, надо будет зайти. Просто я так замотался, я обычно стараюсь проверять. Ну, конечно, редко. У меня основное это в Скайпе. Или в Ютубе. То есть, ВКонтакте это уже как бы дополнительно. Как недорого арендовать жилье в области Беерия? Здесь все дорого, к сожалению. Тут нет такого, чтобы жить в Беерии, а оплатить как там, не знаю, в Сакраменто. Так не получается. Привет из Энгельса, Южной Кореи. Валерия понравилась. Вот. Хорошая девочка. Вот. Тут из Телеграм человек пришел. Ну, чтобы к нам прийти из Телеграм, надо быть подписанным на нашу самую рассылку. Так просто не придешь. Линкдин недоступен в РФ. Ну, в РФ он и не нужен. Он здесь нужен. Да. Кому лучше обратиться, Каф или Романенко? Ну, вы смотрите. Я же вам двоих дал. Имею в виду, что они, с моей точки зрения, оба хорошие. Вот. А уж к кому обратиться, вы смотрите. Они разные. Поэтому, как бы, должно быть какое-то соответствие у вас. Клик какой-то должен быть. Тут люди смотрят нас и вино красное пьют. Наверное, у них утро, что ли? Не, странно. Пьем красное вино, кушаем стейк. Смотрим, Михаил Петрович. Это странно. Так они с утра пьют вино и кушают стейк. Так. Расскажите, почему Валерия так быстро к вам приехала работать? У нее была уже открыта виза. Это не было так быстро, как вот вы думаете, так быстро. Это заняло какое-то время. Но дело в том, что вот эта вот интерновская, практиканская виза, она быстро делается. Она делается быстро. Мы же все время их делали раньше. Мы просто некоторое время обходились местными силами. Вот Никита, который тут на днях приходил, да? Который вот сейчас программистом работает. А когда у нас был админ. Вот он у нас приехал по J1. До этого у нас был Костя. Админ. До этого еще у нас был Юра. Из Харькова парень. То есть мы постоянно делали эти самые. Не то, что там как-то. Мы бы и сейчас делали, но просто находились местные. Вот только и всего. Когда к нам пришел... Когда к нам пришел год с лишним назад нынешний наш Сережа, мы тоже собирали взять кого-то по визи-джей. Но просто вот он вынырнул, мы говорим, а тебя устроит. Он говорит, да, все. И пожалуйста, вот так. Так получилось. Так. Вуз или самообразование. Я думаю, тут нет или. Тут и то, и другое. То есть формальное образование – это одно. Но последующее самообразование – это неизбежно. Это как бы абсолютно, так сказать. И то, и другое, по-моему, на мой взгляд. В свете выхода из парижских соглашений. Какое отношение ваше и окружение к сохранению природы и использованию возобновляемых источников энергии, например, на ваших стройках и в своем доме? Ну, тут есть как бы два аспекта вы затрагиваете. Первый аспект – это вот мы лично и люди какие-то еще лично. А другой аспект – это все-таки страна, правительство, я не знаю, там и так далее. Поэтому я не думаю, что выход из парижских соглашений повлияет на меня или на Светлану каким-то образом. Это повлияет на то, что, допустим, будут дешевле энергоносители, которые загрязняют окружающую среду. И вместо того, чтобы потихонечку их выводить из оборота и заменять какой-то другой энергией, ну, посмотрите, как рынок отреагировал. Значит, акции пошли в рост. Ну, конечно, раз расходов меньше, значит, акции в рост идут. Вообще, такое ощущение, что биржа отражает, это как бы такой индекс уничтожения государства. Вот чем хуже стране, тем выше акции. Понимаете, вот такое у меня впечатление. Касаемо видео с Натальей. Стоимость покушать – 20 долларов, а такси стоит полтора доллара. А, это Наталья Квик, как она в Российской Федерации гуляла. Так, в Рыбинске такси, она говорила, полтора доллара. Бензин стоит, как в США. Литр молока – 66 рублей, то есть доллар фактически, больше доллара. Тут просто математика. А я не понял, какая математика, но литр молока – доллар. Я, к сожалению, не могу на себя это как-то применить. Для меня это настолько умозрительно, что я даже представить себе не могу. Все-таки в разных странах структура расходов очень разная. Например, в США непропорционально много, по сравнению с тем, как мы жили когда-то, уходит на жилье. Даже вот мы со Светой, у нас была кооперативная квартира, и в месяц надо было там платить рублей 60. Да, большую. Рублей 60. А зарабатывали мы, ну, допустим, на двоих там что-нибудь. Ну, там 300. То есть это было 20%. Здесь люди за рент платят больше. Но мы для советского человека платили много. Большой процент. Понимаете, если бы жилье было государственным таким, субсидированным, оно бы стоило вообще копейки. Здесь люди много платят за жилье. Из Сиэтла, Алмата. Какой уровень образования на уровне средней школы в США по сравнению со средней школой в СССР? Вы знаете что, мне очень трудно представить себе среднюю школу в СССР. Я все-таки... Что, Света? Так же, как и средняя в США. Да, Света правильно говорит. Значит, я учился вот там, допустим, в двух школах в своей жизни. Но это было в Москве. То есть нельзя сказать, что там Москва... Средняя школа в Москве, это средняя школа там, допустим, в райцентре. Это разные вещи. Там процент людей с высшим образованием, занимающихся наукой, преподаванием, и каким-то инженерным трудом. В Москве очень высокий был процент вот этих людей. Но я вам скажу, что вот я учился в простой советской школе московской, номер 417, что в Лефортово, на улице Лефортовский вал. Она была. Там сейчас дом пионеров, или как он сейчас называется там, уже не пионеров. Это была школа восьмилетка. Вот я ее закончил и ушел в математическую. Я хочу сказать, что из класса, там, скажем, в 35 человек, детей, которые были хорошисты, то есть вот учились без троек. Было, может быть, 5-6 человек. То есть, они, может быть, были неплохие ребята. У нас не было в классе хулиганов. Они были все более-менее адекватные. Ну, за исключением пары человек. Пару человек, буквально. Но там было много детей из неблагополучных семей. Там были родители-алкоголики. Большинство этих детей не стремились к продолжению, к получению высшего образования. Ну, вот, может быть, из этих 35 человек, может быть, от силы человек 10 получили высшее образование потом. И так далее. Вот в то время так было. Конечно, но когда я учился в математической школе в 57-й, это, конечно, был совершенно другой мир. Это как вот другая планета. Поэтому, что тут сказать. Американская средняя школа. Если район благополучный, это совершенно замечательное место. Если район неблагополучный, то сами понимаете. Вот, и это как бы имеет какую-то такую корреляцию тоже этническую, расовую и так далее. Скажем, если там много чернокожих или там, скажем, латинос, то там как бы одни академические успехи. Если там больше белые, особенно с хорошими доходами, значит, там другие. Ну, и пошло, и поехало. В общем, так. Так, сравнивать я никак не могу. Просто у меня нет такой информации. Да. Так, 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 так. Харьков нас приветствует. Здоровский новый преподаватель Виктория. Ну, Валерия ее зовут. Значит, да, она, я думаю, хорошо пойдет. Мы ее несколько месяцев еще тренировать будем. То есть, чтобы она так, ну, я думаю, она пойдет хорошо. У нее как бы есть так, такие качества. Если просят 50 долларов за составление резюме, это нормально? За 50 долларов резюме вам никто не составит. За 50 долларов вы можете дать какую-то свою помойку, так. И они эту помойку, не меняя ни одного слова, оформят немножко, как-то вот так. У них есть там какой-то шаблончик, может быть, пару-тройку шаблончиков. И они в этот шаблончик перепечатают его. Еще у них есть какое-то количество стандартных фраз, там, типа, хардворкин, там, я не знаю, их много. Вот, и они вам еще этих фраз туда накидают, и получится резюме такое, типа, американского. Но за 50 долларов вам ничего приличного не сделают. Вам просто причешут, причешут то, что вы им дадите. Чтобы написать человеку резюме, 50 долларов, ну, вам могут бесплатно написать там по дружбе, знаете, как бывает. Но, чтобы там был у людей бизнес, и они бы делали резюме, делали резюме. Вы, конечно, называете это составление резюме. Я за 200 долларов не возьмусь вам резюме составлять. Понимаете? Потому что это не, как бы, смысла нет. Это занимает много времени. Это нужно с человеком, ну, разговаривать. Надо понять что-то. Надо, ну, нельзя так. То есть ничего приличного вам за 50 долларов не сделают. Можно ли вести бизнес в одном штате, но зарегистрировать его в другом, чтобы платить меньше налогов? Меньше налогов вы платить не будете. Вы будете платить налоги в обоих штатах. В том, где регистрировались, и в том, где ведете бизнес. То есть регистрация – это одно, ведение бизнеса – это другое. Вы можете зарегистрировать в штате Деловэр. Из каких-то своих соображений. Вот стартапы в основном там регистрируются. А дальше вы находитесь при этом, скажем, в Калифорнии. Вот у вас есть бизнес-лицензия штата Калифорния. Соответственно, вы платите налоги в штате Калифорния. Налоги платите за операции, производимые в Калифорнии. Вы налоги заплатите в Калифорнии. Будете в пяти штатах делать, иметь офисы, операции и так далее. Будете в пяти штатах платить налоги для каждого из этих штатов. Вот. Если вы в Деловэре просто зарегистрированы, у вас там P.O. Box, там какой-то ящичек. Ну, скорее всего, вы там ничего платить не будете с точки зрения налогов, а будете какое-то регистрационное там FI платить. Ну, скажем, в Калифорнии корпорация регистрационная стоит там где-то 900 долларов, да, Света? А? 800. Вот каждый год, значит, мы должны 800 долларов заплатить за то, что мы Калифорния корпорация. Даже если бизнеса вообще нет, ни от чего не зависит. Вот. Поэтому это не путь с экономией на налогах, нет. Так, что-то мне не нравится. У меня полголовы срезает. Так. Мы выиграли грин-карту в 2018. С женой едем к вам учиться. О, как. Хотим нажать на волшебную кнопку на вашем багажнике. Ну, да не вопрос. Будете брать билет. Значит, заранее договоримся. Но вы имеете в виду, что как бы нажатие волшебной кнопки подразумевает снятие видео. А то некоторые хотят, чтобы их откуда-то там привезли, но в то же время сниматься на видео не хотят. В этом случае я могу кого-то послать встретить, но я сам уже не буду, потому что как бы это расход времени там значительный. Если вы не против видео снимать, то давайте, конечно. Еще тоже в этот момент должно так по расписанию быть прилета. Что я, допустим, не веду в это время урок, например. Или там не уехал куда-то. Ну, то есть надо подгадать. Привет из подмосковной Каширы. Ого. Каширу знаем. Да. Так. Михаил. Social Security. Получил пару дней назад. Молодец. И кредит. Кредит скор еще нету. Ну, естественно. Могли бы вы подсказать? Контакты. Кто может помочь с арендой жилья в ваших краях? Заранее благодарю. Ты же, а что помочь? Ну, подходите. Ну, там, подходите, поможем. Значит так. Почему иной раз? А ШМОС скрепит. Учить новый язык. Хочется учить несколько часов в день. А получается один. И не лень. А именно мозг сопротивляется. Вы знаете, у меня тоже так бывает. Я думаю, что каждый человек вас поймет. Абсолютно. Наверное, мозг чем-то уже забит. Знаете, вот когда мозги чем-то забиты, там уже места не остается свободного. То есть пропускная способность. Я не в том смысле, что мозг. Мозг, он бесконечен практически по возможностям своим. Но просто пропускная способность, вот поступление новой информации, она как-то... Ибо человек устал, бывает он под стрессом. Стресс может кардинально снизить пропускную способность. Вот это вот. Знаете, как бывает. Поэтому я бы так сказал, не давите на эту кнопочку. А так вот дайте себе отдохнуть немножко. В баньку сходите, в бассейн сходите, на рыбалку куда-то. Ну, я не знаю, как вы отдыхаете. Но дайте мозгу почувствовать, что на него не давят. И он тогда ответит добром. Слежу ли я за ПМАФ? Если бы вы хоть сказали, что это, я бы, наверное, мог бы понять, освещается ли это данный форум в США. Но я вам скажу, что русскими буквами такого названия я не знаю. А что вы имели в виду, не знаю тоже. Валерия в Тинькове спрашивает, работала тестером или преподавала? Нет, она работала тестером. Ну, конечно, она тестировала банковские приложения. Сколько языков может выучить один человек? Каков лимит мозга? Я думаю, что лимита мозга нет. Есть лимит времени. Есть другая жизнь какая-то, которая мешает нам заниматься только языками. Но я думаю, мозг сам по себе в отрыве от человека, его занятий и так далее, сколько хочешь, может языков выучить. Больше того, когда ты уже знаешь 20 языков, там еще 10 добавить, как нечего делать. Когда только на родном говоришь, трудно. Из Тбилиси нас приветствует. Если снять жилье в субаренду, то будут ли на меня оформлять договор субаренды и биллы за коммунальные услуги будут выписываться на мое имя или на имя первого съемщика? Я вам скажу такую вещь, что это может быть и так и сяк. То есть, если, например, это квартира какая-то и там есть менеджмент-компания, то менеджмент-компания хочет, чтобы с вами был договор. Но очень часто бывает, что как-то обходится без договора. То есть, вас там ребята к себе подселяют и никакого договора нет. Бывает. То есть, и так и так может случиться. Будут ли выписываться биллы за коммунальные услуги на ваше имя? Очень сомневаюсь. Они будут выписываться, скорее всего, на основного съемщика, потому что, скажем, основному съемщику зависит от того, уехали вы или не уехали, с точки зрения получения, скажем, электроэнергии или телефона, совершенно неразумно. Пишут, что Московская школа. Это не просто школа. Ну, просто Москва, как бы, город такой, не просто город. Ну, конечно, да. Всем здравствуйте из Абакана. О, как. Да, здравствуйте, Абакан. Доброе утро из Донецка. Смотрю ваш курс лекций за 13-й год. Скоро собеседование. Буду работать тестером. Большое спасибо. Ну, давайте. Че же я, как бы, как у нас говорят, keep my fingers crossed. Так. А? Ну, в данном случае, это, конечно, keep your fingers crossed. Ну, я в данном случае свои держу. Пожалуй, у него же там события-то. Так. Че-то тут оторвалось, что ли? Погоди. Че-то я не понял, что произошло. Так. Раз, 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 раз. Стрим-комплит, говорит. Так. Стрим-комплит, лайвстрим-офлайн. Так. Че-то, мать, с интернетом висит. Раз, 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 раз. Да. Значит, че-то у меня тут было в окошечке написано, что стрим наш потерялся. Как-то так получилось. То есть, мне пришлось его остановить и снова начать. Ну, а я по комментариям вашим еще не вижу. Сейчас. Привет из разных мест передают. Иванова Сакрамента. Если грубо поставить на одну чашу весов личную жизнь и деток на другую карьеру, что важнее в вашем понимании? В моем понимании не имеет значения это все, потому что это каждый человек сам за себя решает. Обычно для женщин больше личная жизнь и детки. Для мужчин более важную роль играет карьера. Поэтому я бы не стал уж так прямо, знаете, или-или. Что важнее. Я за то, чтобы совмещать все это в той пропорции, в которой тебе дает удовлетворение от жизни. Вот в этой пропорции человек должен это все совмещать. Есть такие работники. Бывают женщины такие работники, что у них там уже на детей времени нет. Мы и таких знаем. Так. Благодаря вам я стал сначала тестером, а теперь занимаюсь автоматизацией тестирования. Спасибо вам. Ну что же, я очень рад. Ради этого все делается. Много LinkedIn Connections? Это сколько? У меня в районе 300. Ну, 300 это хорошо. Ну, что же это? Знакомые рекрутеры, IT-менеджеры, девелоперы. Рекрутеры не в счет. То есть, если у вас 300 Connections и из них там 100 рекрутеров, то это, конечно, явный перебор. Ну, так оно... Никто не будет анализировать особо ваших этих Connections. Так тоже. Не то, что у всех время есть. То есть, у нас Славянск опять. Приветы, приветы, приветы. Получала ли наша дочь стипендию в Беркли? Ну, нет, она не получала стипендию в Беркли. Почему? Мы, как бы, достаточно хорошо зарабатывали. И мы оплачивали практически полностью. Да, Свет, я не помню. Тогда было очень дешево. Да, мы платили в год, по-моему, 8 тысяч такого плана. Нет? 4 тысячи симметра, Свет. Да, 8 тысяч год мы платили в то время. Привет нам от студентов F1. Так, не перестаем смотреть наши видео и стримы. На отличенный тем вопрос. Чем в нашем мире является золото? Почему оно имеет ценность и хранится в таких масштабах? Ну, послушайте, что же, такой вопрос-то, он очень хорошо освещается, там, и описан, и так далее. То есть, чтобы ко мне с таким вопросом, вот. Я, как человек, который, ну, просто человек, скажу, что золотишко для нас, вот, простых людей, не для тех, кто там ворочает всякими фондами инвестиционными, а для нас. Это способ, какие-то лишние деньги, часть, часть лишних денег, свободных денег, вот так положить, как бы, надолго, и не думать о том, растет золото или падает золото. Ну, вот там положил, и оно есть, например, вот так. В этом оно имеет какой-то смысл. Некоторые люди коллекционируют монетки, например, серебряные, золотые. Вот, и я с удовольствием там, как бы, рассматриваю. У меня есть какое-то количество, немножко, там, этих, несколько монеток, я их очень люблю. Вот, но, но так, чтобы вот золото, я не знаю, я далек от этого бесконечно. Петербургский международный экономический форум. Вы знаете, что, я не вижу, чтобы где-то в прессе на эту тему писали хоть что-нибудь. То есть, я знаю, что в российской прессе, да, там, по телевидению, я иногда краем уха что-то слышу, где-то вижу, они что-то такое там говорят. Ну, типа, вот, знаете, типа, со всего мира съехались, особенно из Америки. Сейчас все только норовят с Россией делать бизнес и так далее. То есть, это такой пропагандистский, с моей точки зрения, заход. Вот, вот, а так, чтобы вот американский бизнес вот такой, ну, в том смысле, в каком его обсуждают в средствах массовой информации и так далее. Ну, то есть, настолько это не является событием какой-то значимости, вот, не только первостепенным, но даже вторичным и третичным не является. Вот, насколько я могу судить по тем источникам, как бы, да, средствам массовой информации, которые я просматриваю. То есть, для меня основной по бизнесу это Bloomberg. Вот, там, там просто, ну, совсем ничего. Не то, что там совсем ничего про Россию нет, есть. Но вот это вот нет. Излюберец нас приветствует. Если в компьютерах не разбираюсь. Говорит, ну, бывает. Сколько времени потребуется для освоения вашей программы по тестированию? Ну, в среднем, для людей за 40. И сколько стоит ваш курс? Есть разные степени неразбирания в компьютерах. Значит, надо быть пользователем, желательно приличным. Вот, то есть, никто не требует, чтобы вы там программировали что-то. Вот, но если вы приличный пользователь, то уже можно, уже есть о чем говорить. Сколько у вас времени займет на освоение, зависит исключительно от вашего, так сказать, посвящение себя этому процессу. То есть, если вы вскочите на это дело, и там шашку наголо, и понесетесь, то, в общем-то, за, ну, там, не знаю, ну, в течение полугода, допустим, вы сможете начать работать. При условии, что язык английский есть, при условии, что здравый смысл присутствует, это далеко не у всех есть, и так далее. Значит, сколько стоит наш курс? На кампусе 4,5 тысячи стоит. Если человека стало резко тянуть к природе, хочется из мегаполиса уехать куда-то к морю, как я вас понимаю, я ментально старею, все мои друзья в шоке? Я не думаю, что это связано со старостью. Это связано с тем, что вы как бы тянетесь к чему-то очень естественному для человека, от чего-то крайне неестественно. То есть жизнь в бетонных или кирпичных коробках, там, с плохим воздухом, и диким количеством лиц, там, общественным транспортом и так далее, это нездоровая совершенно вещь. Поэтому вас тянет к чему-то более здоровому, вот и все. Я бы сказал, что к морю тянет людей, у которых денег больше. То есть когда ты можешь себе позволить, как только ты можешь себе позволить, ты уезжаешь оттуда и живешь, ну, либо у моря, ну, в пригороде можно жить, в ближайшем там или там чуть более дальнем и так далее. То есть это по деньгам, например, вот так можно. Я бы так объяснил, не знаю. Рубашка прикольная, а с самолетами есть? Не было с самолетами, по-моему, была такая же, с американскими флажками. Я тоже купил, у меня, вот я две такие купил. По субботам я обычно в футболке, ну, купил вот рубашечку. Какой возрастной ценз на обучение тестерам? После 45 шанс трудоустроиться. Английский так себе. Ну, если английский так себе, то шансы резко падают. После 45 люди находят работу, если это люди, как бы, со склонностями. Понимаете? То есть сам по себе возраст не является запретительным. Это не запретительный возраст. Ну, дальше начинаются вопросы. Какой у тебя английский? Какой у тебя уровень энергии? Понимаете? Вот есть такой квелл, и там глаза потухшие. Это и в 20 лет плохо. Вот. Потом начинается, какое у тебя образование? Техническое, нетехническое? Ну, хорошо. Образование техническое. А чем ты занимался? Там, продавал огурцы оптом. Там, понимаете? И вот это все вот складывается до кучи. Поэтому все так вот. Это очень индивидуально. Понимаете? То есть я отвечаю на вопрос как бы в целом, поскольку вы его ставите в целом. Но, в общем-то, это все очень индивидуально. Мы, когда человек приходит, он сдает вступительный тест. Мы смотрим на него. Я говорю, что треть, треть, каждый третий проваливает элементарный вступительный тест. Там, где требуется файл сохранить, там, переложить его из фолдера в фолдер, переименовать фолдер. Вот такого плана тест проваливает намертво. Каждый третий. Понимаете? И, ну, вот что с этим делать? Понимаете? Мы же даже не требуем там что-то такого. Ну, вот так, по чуть-чуть. Так, у нас идут всякие приветствия. Что делать начинающим со слабым английским? Улучшать английский. Что же тут делать-то? Есть ли у меня головной убор запорожских казаков? Или шаровары? Нет, ну, шаровары я точно не... Мне одеть некуда. У меня нет головного убора запорожских казаков. Вот такого, да, вот с этим... Я представляю, о чем вы говорите. Нет, такого у нас нет. Шароваров точно не надо. Я вас умоляю. Как погода у нас? Тепло сейчас, хорошо. Сейчас очень-очень хорошая погода такая, приятная. Спасибо за канал, за советы. Привет из Австралии. О, у нас еще из Австралии появился. А то у нас только Полина была. Какой выгод молодец. Алина. Видите, как написано Андрей, а подписывается Алина. Это часто бывает. Да. Расскажите, пожалуйста, как в американских компаниях обстоят дела с обучением сотрудников? Насколько принято отправлять сотрудников на курсы, тренинги и так далее за счет компании? Это очень зависит от компании, где вы работаете. В общем, да, отправляют, конечно. Очень часто бывает, что они нанимают какую-то тренинг-компанию. И сотрудник этой тренинг-компании приходит в вашу компанию и тренирует вас на месте. Все это в рабочее время и так далее. Да, есть. Это громадный бизнес. Вот эти корпоративные тренинги – это очень большой бизнес. Это очень принято. Чем больше компания, тем больше вот этого. Во многих компаниях есть какой-то бюджет. Это может быть 3, 4, 5, даже 6 тысяч в год. И вы можете в рамках этого бюджета пойти куда-то учиться. И они оплатят. Но это должно быть в списке их аппруфт учебных заведений. Вот этой компании. Обычно это там City College все годятся. Ну и много таких частных тоже. Это должно быть в этом списке. Это должно не выходить за рамки бюджета. И это должно быть по профессии, которую… Ну, для дела, чтобы польза была. Многие люди работают, они даже не знают, что у них в компании есть такой бенефит. В принципе, если вы в США и работаете в компании достаточно большой, вы можете в отдел кадров написать или спросить, нет ли у нас вот таких курсов, которые бы компания оплачивала. Скорее всего, вам дадут список. Вы посмотрите, как я отношусь к комиксам, их влияние на культуру. В США вроде бы очень многие ими интересуются. Вы знаете, комиксы были популярны безумно. Там в 60-е, может быть даже в 70-е. И сейчас, ну, я не видел, кто бы комиксами интересовался. Вот я ни одного человека не знаю. Из Питера. Говорят, что-то прохладно в Питере. Лето такое. Бывает. А у нас вот вся зима дождливая была. Тоже, черт что. Я начинающий веб-программист. Хорошо. HTML, CSS, PHP, JavaScript. Что мне нужно для того, чтобы поехать в Америку? Стас работы год. Среднее специальное образование. Среднее специальное не покатит. Вам нужно высшее образование по профессии. Вам нужно будет годика, ну, там, 3-4-5 поработать. Круто поработать. Не так вот, как, знаете, на моем месте так поступил бы каждый. А хорошо поработать. И тогда появится возможность. Но начните с высшего образования. В параллельно, там, как угодно. Без него вы просто не сможете никуда поехать. Некоторые биткоин коллекционируют. Есть мнение, что биткоин лучше золота. Дай им Бог здоровья, пусть коллекционируют. Привет из Хабаровска. Получили канадские визы. Что бы было. Стоит ли ехать в Канаду и куда лучше? Интереснее для путешествия с детьми. Канада очень живописная страна. Я лично из того, что видел, сказал бы, что, конечно, исключительно живописно. Это Тихоокеанское побережье, Ванкувер. Там через проливчик остров Виктория. Это вообще нечто. И вообще там очень много чего есть. Кроме этого, довольно симпатичный сам по себе, например, Монреаль. Очень милый и симпатичный город. Но если вас больше леса интересуют, какие-нибудь тропы и так далее, я уже не очень в курсе. С детьми. Ну, я не знаю. С детьми не знаю даже. От детей тоже зависит. Может им какой-нибудь подавай Диснейленд. Понимаете? Я же так не знаю. Какая средняя зарплата тестеров в Америке? Вы знаете, это такой вопрос, на который ответить нельзя. Но, скажем, если человек поработал, допустим, лет 5, то он может легко получать, скажем, в районе 100 тысяч. Это такой, который не режет на ходу подметки. Тот, который на ходу подметки режет. Он может получать и 130, и 140. Я таких знаю. А так, скажем, тысяч 100 – это нормально для человека, который лет 5 поработал. Если он не сонное царство, которое сел и сидит, никогда с места на другое место не перейдет, ничего учить не хочет, не может и так далее. То есть не имеется в виду такой аномально ограниченный и немотивированный человек. То есть имеется в виду более-менее в профессии. Подсел на американские сериалы, начал смотреть для поднятия английского, а сейчас тянулся. Как я вас понимаю. Карточный домик, Fargo, Breaking Bad. Вы эту гадость смотрите? Нет. Мы со света и смотрели, что же это было? Mad Men. Изумительный, изумительный такой сериал. Мы получили большое удовольствие. По-русски он называется... Я сейчас думаю, безумцы, может быть, вот так. Сейчас не помню. Очень-очень нам понравился. О золоте. Легко скопировать информацию, а просто передать. Вырезать из одного места и вставить в другое. Верю, что однажды доберусь до ваших краев. Пожму вам руку. А приходите. А что тут? Ага, я-то тут недалеко. 10 миль начинается Канада. Да вы что, прямо вот так? Неужели Огайо вот так, прямо от Канады близко? Мне казалось, что там побольше расстояния-то. Вот жизнь. Так. У ребенка аутизм. Имеется ОВЗ. Я, честно говоря, не знаю, что это значит. Не будет ли из-за этого отказ от консула? Выиграл грин-карту? Не должно. То есть заболевание, которое не является инфекционным, не представляет опасности для общества, абсолютно не должно препятствовать. То есть это не является какой-то официальной причиной. Я не думаю, что у кого-то рука повернется вообще вот так поступить. Это против правил. С помощью золота легче всего передавать информацию о количестве стоимости, минуя копирование информации. Это уже разговор о золоте пошел помимо нас. Вы знаете чего? Я вспомнил на прошлой трансляции. Она так грубо оборвалась, потому что у меня сгорел этот самый раутер. И там был вопрос. Я потом посмотрел в административном разделе. Там эти админы, значит, они проказничают иногда. И они говорят, вот пусть Михаила... Хочется послушать, что Михаил ответит на вопрос, что там женщина, она такая, знаете, из Крымнашевских. И она говорит, вот все же границы в мире, всех государств, они сформировались в результате каких-то захватов, захватов, войн и так далее. И это правда, то есть как бы совершенно прописная истина. Так оно и было. Разница единственная в том, что когда это было и, собственно, и когда мы живем сейчас. То есть хотим ли мы жить сегодня, скажем, по законам 16 века или даже 19 века. Хотим ли мы жить по этим законам? Поэтому в сегодняшнем мире, вот скажем, с окончанием Второй мировой войны, с принятием принципа нерушимости границ, то есть границы менять нельзя, иначе возникают войны и всякие кровопролития. Вот договорились, что границы не меняются. Поэтому... А до этого менялись. Больше того, в тот момент, когда договаривались о том, что границы меняться больше не будут, вот в 45-м, да, ну это было там на Ялтинской конференции, там еще раньше. Но смысл-то был в чем? Что они же сначала поменяли все границы, какие могли. То есть у Германии отрезали в пользу Польши, в пользу, значит, там, Советского Союза. Переселили людей. То есть чисто вот так вот взяли, там, пару миллионов из, значит, Кенигсберга, вот, да, из Восточной Пруссии вернули в Германию, из Судет вернули в Германию, из Польши, значит, там, где-то там они повыселяли тоже. И, то есть, произвели такие вот довольно интересные операции, чтобы закрыть вопрос о том, что там есть какие-то люди, которые недовольны и чего-то хотят. Вот они за границей теперь все эти люди. И сказали, а теперь границы не трогаем, сказали они. Вот. И за все это время было единственное исключение, когда вот как-то они так со скопом, не то, что вот сама Югославия там или Сербия, а вот как-то они европейским скопом решили создать Косово как государство. Я был очень удивлен. То есть у меня это никак не укладывалось. Вот столько лет Европа жила по принципам неизменения границ и вдруг на тебе. Вот это было крайне странно для меня. Но, тем не менее, к чему я рассказываю, что мы хотим жить по принципам тем или по принципам этим. По принципам, когда можно взять там пару миллионов человек, выкинуть их куда-то и сказать, вы тут больше не живете. Это в лучшем случае. Вы могли бы и в печке сжечь. Понимаете? Поэтому было время такое. Но оно же ушло. Мы хотим вернуться в то время? Вот вопрос такой. Поэтому да, конечно, все границы вот так построены. На крови, на войнах, на захватах. Причем не на идеологических войнах, а исключительно за бабло. Правда? Вот кто территорию контролирует, тот с нее бабки собирает. Вот, собственно, на этом все и строилось. Что я думаю о Путине? Я думаю, длинный был бы разговор как бы, но я думаю, что он как бы соответствует глубинно стране, которой руководит. То есть, скажем, мы видели, как безобразно обрушилась и вот эта демократическая, либеральная идея в России. Как все ждали вот этой либеральности, да? И чем кончился вот этот либерализм? Продажностью, да? Коррумпированностью безумной. Вот она. То есть, дискредитировали либеральную идею. А могли ли они ее не дискредитировать? Нет. А как они могли ее не дискредитировать? Какие у нее корни были? На чем она зиждилась? Понимаете? Это же... Поэтому он, наверное, как-то соответствует вот этой стране. Безусловно, вместо того, чтобы тянуть ее вверх, они ее там все вместе опускают вниз своей пропагандой, зомбированием, как бы попыткой удержать ее вот в этом вот феодализме, в крепостничестве, в каком-то, значит, мозговом. В первую очередь, и так далее. Конечно. Но, с другой стороны, мы же видим, это же страна, где свобода мгновенно превращается в беспредел. И вопрос, что? Что лучше, какой-то жесткий, более-менее режим или беспредел, когда просто уже никто никогда не... Ну, понимаете, да? То есть, совсем. Поэтому, что тут сказать? Я не знаю. Это же вопрос не столько Путин, а сколько страны. Это не то, что страна хорошая, Путин плохой. Нет. Нет. Они очень, как бы, на одной волне, мне кажется. Так. Как получить ССН на турвизе? Понять не имею. Раньше просто было. Вот вы там, допустим, приехали в Нью-Йорк, говорите, хочу купить машину и поехать на ней в Лос-Анджелес. Вам давали номер. Вот на моих глазах все это происходило какое-то время назад. Было очень просто его получить. А с другой стороны, если вы на турвизе, нахрен вам нужен ССН. Понимаете, все-таки номер социального страхования нужен для определенных вещей. Например, чтобы получать деньги и чтобы там числение там пенсионные и так далее. Вам, если у вас виза туристическая, вам не нужен ССН. Вы себе придумали, что он вам зачем-то нужен. Он не нужен никому. Это абсолютный фетиш. Будет считаться плюсом работодателю законченный бакалавриат в МТИ дистанционно. МАЙТ, может быть? Массачусетс Институтов Технология. Ну, если есть диплом бакалавра, там же не написано. Я не видел, чтобы там писали, что он очный, заочный, дистанционный и так далее. Диплом и диплом. Бакалавр и бакалавр. Что же? Новая версия Windows 10 убивает. Компьютеры и мобильные устройства уже говорили. Нет, я ничего не говорил. Есть ли у меня новости, как спасти чего-нибудь? Я не знаю. Из Сакрамента нам приятно видеть. Каждый третий, говорят, серьезно? Из таких людей в итоге могут получиться тестеры? Я же вам говорю, что их отсеивают. Каждый третий не проходит тест. Мы его отсеиваем. Зачем же нам тест ему давать, если мы его потом все равно берем? Мы его не берем. Это не значит, что они не могут подучиться, подзаниматься, прийти и сдать тесты, идти дальше учиться и найти работу. Я этого не сказал. Но я просто говорю о том, что они простой тест не могут сдать. Поэтому мы их не берем. Тяжело ли было вам переехать из большого дома в меньший? И какие аргументы для переезда были у Светланы? У меня похожая проблема, уговариваю мужа. У нас была очень хорошая причина переехать. Мы платили в месяц десятку за дом, в котором жили вдвоем. И который был 500 квадратных метров. И мы пользовались, может быть, 30% этой площади в лучшем случае. И возникал вопрос, ради чего мы платим эти деньги. Ну, то есть, дальше что? Мы думали одно время, что, может быть, там дети наши там будут жить. Внуки будут ходить в Лос-Алтовские хорошие школы и так далее. Когда мы поняли, что это не пойдет, у нас уже был вопрос, о чем мы тут вообще делаем. Понимаете? Поэтому так нам легко было отказаться. Я вам скажу больше. Когда мы из этого дома уехали, у нас вдруг появилось ощущение, что у нас деньги есть. Вот все эти годы мы жили, и у нас не было ощущения, что есть деньги. Потому что мы десятку каждый месяц платили. А вдруг раз, и думали, боже, вот чего хочешь, все есть. Понимаете, как интересно. То есть, нам только в радость сегодня. Если есть ID и ССН, будет ли работодатель дополнительно спрашивать документы о легальном статусе? Грин-карт или паспорт? А как же? А как же, ласточка? Но дело не в работодателе. Дело в том, что вы нарушаете закон. Фактически вам нужна карточка ССН для того, чтобы обмануть государство американское. И работодателя обмануть и так далее. То есть, вы хотите какую-то преступную деятельность совершать. Но я не могу вас учить этому. Есть люди, которые работают без ничего. На кеш, еще как-то. Работодатель, в принципе, может посмотреть, может не посмотреть. Но вообще, ни в одно приличное место вас так не возьмут. Ну, то элементарно приличное не возьмут. Вот там грузчиком, конечно, а так нет. Письменно пригласили поучаствовать в разработке программного обучения для системы автоматизированного управления парковкой. Хм. Какие ключевые вопросы мне задать о проекте? Созваниваю с ними через два часа. В разработке ПО для системы автоматизированного управления парковкой. Ну, понимаете как, если вас пригласили, то вы в первую очередь должны для себя ответить на два вопроса. Поэтому вы задаете эти вопросы. Значит, первый вопрос состоит в том, что вы с этого будете иметь. Не в смысле денег, но вот какой будет ваш следующий проект, какие технологии вы там освоите новые. Понимаете? Если вы на этом проекте ничего нового не научитесь, то, соответственно, ваша стоимость как бы останется той же. Вы не вырастите профессионально и так далее. Поэтому, конечно, хотелось бы понять, какие новые для себя вещи вы там будете делать. С другой стороны, вы хотите понять, что от вас ожидается. Потому что, если от вас ожидают то, чего вы делать не хотите или не можете, или не согласны, или там еще чего-то, то вы скажете, спасибо большое, я не заинтересован. Поэтому, когда я говорю, какие вопросы мы задаем, мы говорим, как вы видите идеального кандидата по эту позицию. Но если вопрос о проекте, значит, о самом проекте. Ну, обычно люди сами рассказывают, что у них за проект. Но я бы попытался узнать, какие конкретно обязанности относятся лично ко мне в этом проекте. Кому я подчиняюсь, с кем я работаю вместе и так далее. Но это вам виднее. Вы же программист, не я. Я так из общих соображений. Переименовать фолдер просто мышкой или через команд-лайн. Какой там команд-лайн, я вас умоляю. Что делать, если собственные родители видят в тебе не собственного ребенка, а рабочую силу? И когда перестаешь им помогать, они просто перестают с тобой общаться. Мне 24, родителям по 45. Это значит, что вы выросли. Вы выросли. Они не относятся к вам больше, как к ребенку. Вы же не ребенок, вы же 24 года. Какой вы ребенок? Вы совершенно взрослый человек. И вы как бы выполняете роль ребенка у родителей. То есть они вами командуют. А если вы не выполняете эти функции, когда перестаешь им помогать, они перестают с тобой общаться. Ну правильно, но со взрослым же человеком не так общаются, как с маленьким. Поэтому 45 лет, они еще молодые. У них масса дел. Понимаете, они по уши завязаны в одно, другое, третье и десятое. Когда им будет 60, понимаете, у них будет больше времени для общения. А в 45 они еще пашут вовсю. У них минуты свободной нет. Поэтому, ну, что сказать. Я не знаю, разные люди по-разному живут там и так далее. Я же так не... Ничего делать такого не надо. Ну, не надо ничего делать. Живите своей жизнью. Перестают с тобой общаться? Ну пусть перестают, в конце концов. Если им не нужно, то вам-то чего... Вы своей жизнью живете. Бог с ними. Вы уже выросли. Вам теперь надо собой заниматься. Они занимаются собой. Вы собой. Вы все взрослые люди. Вы и они. На севере в СССР были. Ну, не то, чтобы сильно был. Ну, дальше Кольского полуострова не бывал. Вот это единственный север, где я был. Вот там. Да. Бывали ли вы на Аляске? Бывал. Как там живут русские? Никак не живут. Абсолютно никак не живут там русские. Там практически нет русских. Чем они, русские, отличаются от своих соотечественников, селищихся в остальных штатах? Еще раз. Там нет русских практически. Там есть немножко, знаете, староверы. Какие-то такие специфические категории. Они там давно уже живут. И по-русски говорят замечательно все у них. Они такие, ну, как бы, да, понимаете, вот религиозные группы какие-то. Там нет такого. Да вообще на Аляске очень мало людей живет. И ничего русского там нет практически. То есть там Аляска менее русское место, чем большинство штатов Соединенных Штатов. Меньше, чем, там, не знаю, Вашингтон или Орегон, или там Калифорния, или Нью-Йорк, или там, не знаю, Филадельфия. Это намного-намного менее русское место. И то, что там русское, это совсем не то русское, что вы себе думаете. Это такое русское, которого уже в России сто лет нет. Используют ли США климатическое оружие на Аляске? О, Господи. Я не знаю, что вы такое говорите. Не знаю. Как-то я далек от этого. Привет из Сиднея. Привет. О, у нас уже вторая австралийка появилась. Полина, вы сегодня вторая из Австралии. Так. С какой визой можно в школе обучаться? С любой можно. Да хоть нелегалом можно. Просто надо, чтобы работать потом было. Можно. Обычно люди учатся, чтобы потом работать. Если ваша виза не позволяет вам работать, то что вам учиться? Ну, бывают люди в ожидании. Скажем, он подал на политику, ждет, что будет разрешение на работу. И пока пошел учиться. Это и есть. Канал «Школа Михаила Портнова удален». Это плейлист на русском языке. Курс не будет восстановлен. Значит, это не мой канал. Вы поймите правильно. Есть женщина. Живет в Украине. Инвалид. И я ей разрешил наше видео брать, как-то вывешивать, монетизировать. И вот этот вот канал «Школа Михаила Портнова» это она сделала. И там у нее было 3000 подписчиков уже. И я не знаю, что там у нее было с точки зрения монетизации. Но там был какой-то трафик. Она не делала ничего, кроме того, что просто вывешала наше видео. И почему-то ей грохнули этот канал. YouTube ей закрыл этот канал со словами, что вы нарушили чего-то. Вот смотрите наши правила. Ну, то есть без объяснения причин. Закрыли и все. Я не знаю, что она нарушила. То есть наше видео она с моего разрешения туда постила. Там не было ни рекламы, ни... Нет, ну я не знаю. Там ничего не было такого, за что блокируют каналы. Насколько я знаю, причины блокировки каналов. Поэтому... Значит, что касается курс на русском... Плейлист на русском языке. Она сделала новый канал. Если вы пойдете сейчас посмотрите. Она сделала новый канал. Он уже где-то есть. Вот. По-моему, он тоже так же и называется. Школа Михаила Портнова. Поищите. И мы как раз обсуждали эту ситуацию. Я ей сказал, начни снова с этих самых, с видео по тестированию. Потому что это было самое популярное, что было там у нее на этом канале. Вот. Она сделает Плейлист. Я думаю, что она уже сделала. То есть вчера там, ну скажем, сутки назад, когда она мне прислала ссылку на новый этот канал. И говорит, вот посмотрите. Там уже было там 4 или 5 уроков. Поэтому я думаю, что это вот... Он уже есть. Во всяком случае, он уже есть. Можете поискать. Да. Привет из Челябинска. Ваше одно из любимых мест в Москве. Это вопрос, что ли, такой? В Москве? Ну, я очень любил, ну, в наше время, я очень любил пройтись, вот, например, от метро Лермонтовска. Это сейчас Красные ворота, да? Ну, и раньше это было Красные ворота. Вот от Красных ворот туда пройти, пешочком прогуляться до Кировской. Потом по улице Кирова туда, значит, до Дзержинки. Потом там, допустим, куда-нибудь там на улице Горького. Ну, вот я любил так, часика на 2, а то, может быть, на 3. Вот мы так там гуляли. Вот такая у меня была любимая трасса. Ну, когда было-то, Господи, давно все. Как сейчас ситуация с эмиграцией после ужесточения правил Трампом? Абсолютно ничего такого не произошло. Абсолютно ничего такого не произошло. То есть, с точки зрения ужесточения правил, не произошло ничего. Что действительно произошло? В обществе больные на голову люди, многие, они почувствовали вдруг, что их время пришло. То есть, Трамп их возбудил. Почти ежедневно, значит, публикуются, где-то убили там кого-то. Как бы начали убивать иностранцев. Или там людей, которые, может быть, и американцы, но выглядят как иностранцы. Уже индусов там за последние полгода, наверное, там пяток застрелили в разных местах таких американских. Не у нас тут, у нас тихо. Все привыкли к индусам. Вот есть места, где к ним не привыкли. Вот раз там, тут убили индуса, там убили индуса. Вот сейчас в Орегоне там сумасшедший с американским. Вот есть фотография, как он с американским флагом из гитлеровских вот этих вот идет там приветствием. Значит, и большой сторонник Трампа. Вот все там, значит, троих человек порезал, двое погибли там, а третий, значит, может быть, выживет. Есть надежда. Потому что они заступились там за двух девочек. Одна из которых была в хиджабе, там в электричке, а другая не была в хиджабе. Может быть, даже и не была мусульманка. Я не знаю, но у нее вид такой. Я бы сказал, что она из Индонезии, может быть, не знаю. Вот он гнался за ними по электричке, там мужики вступились, он их порезал. Вот эти уроды, их очень возбудили вот эти вот, вот эта ситуация, сейчас они разберутся, пойдут. Вот сейчас наступило время, свои пацаны уже в Белом доме, сейчас разберутся с иностранцами, разберутся с теми, кто у них работу забирает, разберутся с второсортными народами, пусть убираются из Америки и так далее. Вот эта мразь, она сейчас повылезала из всех щелей. Каждый день что-то происходит. Так что вот это единственное, что реально произошло. Это не на границе происходит, нет. Это вот всюду. Огайо от Канады отделяет озеро. Хорошо. 58 километров по прямой. Я понял. Дай бог, дай бог. Так. Привет из Москвы. По последнему опросу на сайте Stack Overflow, самые большие зарплаты по УПО, девопс, машин лернинг, дейта сайенс. Имеет ли смысл переучиваться с веб-разработки, которой я занимаюсь пять лет? Я, честно сказать, даже понять не могу, что такое делает девопс, чтобы у него была зарплата больше, скажем, чем у веб-программиста. Честно. Я не знаю, что это за сайт такой, чтобы пользоваться их этой статистикой и так далее. Мой совет. Занимайтесь там своей веб-разработкой и все. Нет, конечно, дейта сайенс, биг дейта, это все очень серьезные и большие дела. Но если у вас интерес к этому есть какой-то, то, конечно, что там девопс там, господи боже мой. Так, вот у нас тут Каспер Кашпирович. Что-то давно не видно было. Что скажете пролетевшим в лотерею? Ведь у некоторых земля из-под ног ушла, как быть с непробиваемой стеной, по которой после очередного удара медленно сползаешь, как длится горизонт. Ну, я сразу же видео это и написал на эту тему. Понимаете, земля у них ушла из-под ног, ее там не было. Они себе нарисовали картинку, что у них под ногами есть земля. Ее там не было никогда. Шансы выигрыша в лотерею такие мизерные. Поэтому я бы им сказал, что надо вернуться с неба на землю. И сказать себе, тут не было никогда земли, вот тут ее не было. Давайте найдем землю реально и будем как-то уже с этим иметь дело. Вот есть земля, которая не связана с лотереей. Поэтому, то есть лотерея такая штука, ну, выиграл хорошо, вообще класс, конечно. Но если все, что у тебя в жизни есть, это лотерея, то это уже трагедия полная. Уже ничего не получится. Поэтому слишком большая нагрузка уже на эту лотерею и ничего не работает. Поэтому я думаю, что перегрузка ответственностью вот этой лотереи, когда человек говорит, вот у меня лотерея, это все, я сейчас лотерея, у меня только лотерея, ее перегрузили, и она уже не может работать энергетически, так я вот это понимаю. Поэтому я бы сказал, хрен с ней лотерея, скажите себе, нет лотереи, никогда не было и не будет. Что будем делать? И с этого момента начнется все остальное. Больше того, если вы с этого момента пойдете нормально что-то делать, тут, видишь, лотерея подойдет запросто. То есть гораздо больше шансов, что лотерея подойдет вот так. Ну, еще раз, это так, может быть, не научно, а я рассуждаю. На ваш взгляд, в какой стране уровень жизни лучше, ну, видимо, выше, в Израиле или США? Есть желание эмигрировать в США, но друзья и знакомые есть в Израиле. В США нет никого, сам я из Киева, спасибо вам. Ну, конечно, уровень жизни, материально, выше в США. Тут уж что говорить. Но я бы не сравнивал Израиль и США по уровню жизни. Потому что Израиль это не та страна, в которую едут за уровнем жизни. Если вам нужен уровень жизни, ищите какую-то еще страну. Из Израиля уезжают многие люди, которые вроде уже и есть уровень жизни, но все остальное они не могут, в общем, слишком большая нагрузка. Они не выдерживают этого всего. Я знаю много-много людей, которые по 10 лет прожили в Израиле, и больше, и состоялись. И деньги, и должности, и обустроение. Ну, все было хорошо, они снимались, уезжали. Если вы глянете в Канаде, там очень много народу из Израиля. Там как-то, видимо, облегченная какая-то иммиграционная система. Если вы посмотрите на людей, которые по-русски говорят, их гораздо больше будет из Израиля, чем еще откуда бы то ни было. Мать, они не выдерживают. А есть люди, которые в Израиле расцветают. Им очень хочется именно этого. Поэтому я бы не стал сравнивать Израиль и США исключительно по уровню жизни. Но если вас это интересует, ну, конечно, если, допустим, евреи, то в Израиле раз и поехал. И никаких проблем нет. Правда, там раз и все. И вот тебе паспорт, живи. Вот еще какие-то программы помощи, по адаптации, абсорбции. США, конечно, попасть сложнее, так скажем. Но если вы можете равновероятно, или там равнолегко попасть в Израиль или в США, не смотрите на уровень жизни, а смотрите на то, хотите ли вы жить именно вот тут. Очень и очень все по-разному. Для кого-то Израиль это отторжение, для кого-то Израиль это манна небесная. И как бы в США в этом смысле проще. И потом, это же большая страна США. Тут пожил, там пожил, здесь пожил, не понравилось, там отъехал и так далее. Израиль маленький. Это же невозможно сопоставить даже. Плюс вот эта напряженка постоянная, там конфликтная ситуация и так далее. Так что... Сколько нужно для жизни в среднем для семьи двух взрослых и детей? Ну, даже я не знаю, как жить, конечно, но двое взрослых, двое детей. Ну, если жить у нас вот тут, в Кремниевой долине, то так, чтобы, допустим, на все хватало, не имея в виду, что жилье собственное купить, а просто, чтобы хватало на все. Я думаю, что там 1100-120, там хватило бы, нормально можно жить. Вот. Ну, а так, если в целом по стране, так и 60, и 70. Очень нормально. Вот. Но опять же, люди живут на гораздо меньшее деньги тоже. Поэтому я так не... Очень-очень так... Контурно обозначил. Встречался я с известными персонами IT-индустрии. Да нет, а что же такое? И они со мной не встречались. Что, им делать нечего? Или мне делать нечего? Я могу сказать, что я вот там, когда гулял по компании Facebook, например, метрах там в 20 от меня сидел за столом, сами знаете кто. Вот. И так сидел себе и сидел. Если вот так можно сказать, назвать это встречей, там, ну, не знаю. Господин Цукерберг, если там что. Новая версия винды. Что-то про Windows. Я из электростали. Ой, у меня там бабушка жила. Вот про Путина сказали понятно. А про Навального есть мысли? Нету. Нету мыслей про Навального. Понимаете, история. Навальный это как бы человек. Там про него по-разному говорят. Кто он, что он, зачем и чего. Но, понимаете, история. У Навального нет аппарата, который мог бы привести его к власти и, например, изменить что-то в России. У него нет партии. У него нет, там, скажем, на местных выборах победивших губернаторов, там, я не знаю, депутатов и так далее. И ничего нет. Есть один человек. Один человек ничего не может. Ничего не может один человек. Имеется в виду не то, что он не может за собой повести какую-то массу, а имеется в виду, что он не может управлять государством. Понимаете? Он ничего изменить не может в государстве. Привет из Красноярска, из Винницы. Так. Такой вопрос. У меня мастер дегри в сивил инжиниринг. Отлично. Бакалавр в мехеникал инжиниринг. Если переучусь на тестера, помешает ли мне отсутствие IT-образования в дальнейшем? Так и нет. Смотря как вы дальше пойдете, то есть может оказаться так, что вы пошли, пошли, пошли. Потом поучились где-нибудь там на IT, тоже что-нибудь закончили. Это может так случиться. Но скорее всего вы, может быть, уже если с опытом человек жизненным, вы, может быть, гораздо раньше окажетесь где-нибудь в менеджменте, в проект менеджменте. Вы, может быть, там MBA какой-то получите. Или там сертифицируетесь по проект менеджменту. Что-нибудь такое. Я не думаю, что вам нужно именно IT-образование, чтобы развиваться в тестировании. Нет. Но если вы пойдете в эту сторону, конечно, можете получить. Это время занимает. Это не сразу все произойдет. Поэтому, да, есть люди, которые там почти что-нибудь закончили. Параллельно. Слышал, что в США больше народу приезжает жить без грин-карт, а не с грин-карт. Так ли это? Если вы имеете в виду тех, кто переходит нелегально границу, то, наверное, так. Но я не знаю. У меня нет официальной статистики такой. На что в том доме уходила десятка? Она уходила на выплату банку за моргидж, который у нас был. У нас был очень существенный моргидж. Там, я боюсь соврать, что-нибудь под пару миллионов. Там такого плана. Да. Моргидж. Привет из Зелану Д. Имеет ли разницу российский диплом, который получен не в государственном университете? В России их дипломы получены в частном вузе, относятся с недоверием. А в США как? Я думаю, что никто смотреть даже не станет. Но при найме на работу никто не станет. Вы даже можете сказать, что у вас есть диплом. И там 9 из 10 никто и не спросит и не пойдет проверять. Хотя есть ситуации, когда проверяют. Но существенно является ли это аккредитованным учебным заведением? Дело не в частном или государственном, а в аккредитованном. В Соединенных Штатах самые престижные вузы – это частные. Самые престижные. А не государственные. То есть есть очень приличные государственные. Вот такие, как Беркли, например. Или там UCLA. Но самые шикарные – это Ivy League, например. Они все частные. Стэнфорд частный. Здесь как раз к частным очень с большим доверием относятся. Но должен быть аккредитованным, если так уже до этого доходит разбираться. Что-то Навальный… Да мне пофигу Навальный. Что-то вопросы про Навального. Премьером он был бы, еще он бы чем-то был. Вы странные такие. Премьером он был. Господи, боже мой. Смысл Навального в том, что он мог бы изменить систему, а быть премьером в бандитской государстве, где как бы просто криминал на криминале, во власти и так далее. Как же он был бы премьером? Вы что такое? Какие-то вы фантазеры такие смешные. Отличаются ли айтишники наши из Китая, из Индии? Ну, разве что наши, например, за Трампа любят голосовать. Вообще они такие больше республиканцы. Я бы сказал, такие больше склонны к силовым, тоталитарным делам. А так вот именно как айтишники. Ну, например, наши в большей степени считают, что те, что из Индии и Китая, ничего не смыслят, а вот они самые умные. Вот так часто. Таких много, например. Что думают китайцы и индусы, я не знаю, потому что они со мной не делились по поводу русских айтишников. Ну, вот так. Как остаться в США по work and travel? Ну, как все. Получил PHD по медицине. Буду подавать на визу по ординарным этим самым делам. Ну, я вам желаю успеха. Что ж, хорошо. PHD, самое такое, самая заявка. Удаленно работать на работодателе из США, находясь на территории США в статусе, не разрешающем работать. Получается, только формально нельзя? Что-то как сложно-то спросил. Работать удаленно. Какая разница, работаете вы удаленно, если вы находитесь в США и работаете на работодателях в США? Какая разница, удаленно вы или нет? Если вы удаленно из России, разница есть. Если вы все равно в США и работаете в США, какая разница, удаленно или нет? В статусе неразрешающем работать. Вы находитесь в США, получаете деньги без разрешения на работу. Вы грубо нарушаете законы. Ваш работодатель грубо нарушает законы. И вот собственно и все. Что значит формально нельзя. До тех пор пока не оштрафуют, не посадят, не депортируют. Это все формальность. А когда уже тебя за шкирку взяли, так получается не обязательно формальность. То есть штрафуют компании. Конечно в стране очень много нелегалов, которые работают и ничего им за это не делают, если они не криминальные. Но вы можете назвать это формально. Что-то чисто формально нельзя. А так вроде можно. Даже не знаю что сказать. Реально ли получить визу в США, если имеется условная судимость срок давности 15 лет? Я думаю, что всякая судимость снимается за давностью лет. Это же официальный процесс такой. Можно подать, вам ее снимут. Если у вас судимость снята, вы даже не обязаны ее и докладывать, что она у вас была. Насколько я понимаю. Так что хочу получить второе выше математики. Как считаете, лучше Мехмат МГУ вечерняя по статистике заканчивает двое из тридцати? Я это понимаю. Или Карлов университет в Праге очно? Ну, понимаете история. Если вы уже будете в Европе, у вас там много возможностей откроется. То есть, если у вас есть возможность учиться очно в Праге, то, конечно, неплохо. Кроме того, я вам скажу, Мехмат, вечернее отделение. В наше время, я помню время, когда закрыли вечернее отделение Мехмата. Это было... Там последний набор был в году в 66-м, 67-м. Вот так. Потом его закрыли. Это было абсолютно беспонтовое такое заведение. То есть, учиться на Мехмате, не на стационаре, это бессмысленно. Это и тогда было. 50 лет назад было бессмысленно. Вот. Поэтому я бы учился очно. Карлов университет в Праге. Не то, чтобы его знает вся Америка, например, но он в Европе может быть известный. Дело даже не в этом. Просто вы там познакомитесь с людьми, которые определят потом вашу будущую жизнь. Вот. Вот в этом смысл. Тараканы в Америке. Я не вижу. У нас нет тараканов. Так. Что я думаю про новую анкету на Турвизу? Я что-то слышал на эту тему, но... Какое мое дело? Ну, вот сами подумайте. Я же не влияю на это, на все. Инструкции по заполнению анкеты я не даю. Это совершенно за пределы моей экспертизы. Они там много разных позиций ввели. Ну, потому что идет борьба вот там с терроризмом, со всякими делами и так далее. Ну, ввели новую анкету. Хрен бы с ней, как аронистая. Люди, которые после вас пойдут подавать первый раз, так они будут не знать даже, что была когда-то другая какая-то анкета. Есть анкета? Есть анкета. Че анкета? Имея год опыта, имеет смысл уже сейчас искать работу в Штатах. Но вы можете попробовать. Это же не то, что вам запрещено с годом. Какой-то опыт вы приобретете. Вы только не вкладывайтесь в это, как вот... Или я найду работу, или жизнь кончилась. Вот без этого. Ищите работу, разговаривайте с людьми. Поймите для себя, какой спрос, чего люди хотят. Говорит, подскажите, пожалуйста, при строительстве дома вы говорили про листок проверок различных инстанций. Можно ли в своем дому что-либо делать без этих проверок? Например, заменить люстру? Конечно, люстру можно заменить. Что будет, если закончатся деньги на жилье с детьми? Куда деваться? Если вы, как сказать, легитимный житель Соединенных Штатов, легальный, вы пойдете получить вэлфер. Вам дадут вэлфер. И вэлфер включает денежное содержание, включает футстемпы на еду. Карточка сейчас пластиковая в таком виде. И включает бесплатную страховку государственную, очень приличную. Вот так, когда деньги заканчиваются. С приходом Трампа стали ли активнее выгонять нелегалов? Ну, есть какие-то эксцессы. Они есть, это правда. Они есть. Бывают такие случаи, которых раньше не было. То есть, вот кого-то вдруг схватит и что-то такое там происходит. Это бывает. Если ваши видео на Ютубе опубликованы со стандартной лицензией Ютуб, то другие каналы, использующие ваши видео, тем более для монетизации, могут забанить. Я не знаю, что вам об этом сказать. Значит, если я не жалуюсь. Вот, допустим, если вы захотите пожаловаться, что я забрал видео Рабиновича, то вам даже не позволят заявку заполнить. Это только если вы сами тот самый Рабинович. Вот вы как Рабинович можете сказать, портнов мое видео взял. Тогда они мне начнут говорить, чтобы я его убрал. Если я буду систематически нарушать, они закроют мне канал. Если вы скажете, а вот этот у того взял, они с вами разговаривать не станут. Понимаете? Поэтому я не знаю насчет стандартной лицензии или еще какой-то лицензии. Даже если лицензия, например, у меня такая, что берите все, кто хочет, это не значит, что я не могу, например, сказать, вот он там взял мое видео. Я могу все равно пожаловаться, и у вас это видео заберут. Еще вам страйк дадут за это дело. То есть даже если я сказал, что пожалуйста, берите, вот такой паблик, тем не менее я могу пожаловаться. Такая интересная система. Если в России высшее образование получил и приехал в Америку, чтобы к вам пойти учиться, нужно американское высшее или русское? Да хоть вообще никакого, можете после средней школы прийти. У нас требуется, чтобы было как минимум среднее образование абсолютно из любой страны, без разницы. Русское образование ведь не считается в США. Вас обманули. Считается из любой страны образование. Кажется, вы упоминали, что вам приходилось давать взятку, и это очень претило в вашей натуре. А предлагали ли его вам? Нет, мне никогда никто не предлагал взяток. Я вам скажу больше. Когда вот школа началась, и люди начали что-то тащить, там кто коньяк, там, ну, кто чего, мне было неудобно брать. Я как-то чувствовал, что в этом есть какой-то напряг этический. Потом я уже привык, там, я говорю, там, коньяк, ну, ставьте в угол, там, значит, не пропадет. Но поначалу у меня даже вот такие подношения казалось, что это неприлично. Сносить памятники героям войны, севера с югом, варварство. Варварство. А я не знаю, о чем вы говорите. То есть кто-то памятник снес кому-то, я не знаю, честно. В принципе, памятники устанавливают и сносят по решению каких-то там муниципальных властей. То есть вы не можете установить памятник или убрать памятник без того, чтобы какие-то власти это одобрили. Поэтому, если речь идет о войне севера с югом, если речь идет о расовых отношениях, да, и которые иногда могут быть напряженными, если речь идет о том, что какой-то памятник, например, становится предметом поклонения со стороны либо нацистов, либо каких-то экстремистов, там, и так далее, и так далее. Понимаете, никто просто так памятник сносить не будет, я так думаю. То есть вокруг этого памятника сначала возникает какая-то конфликтная ситуация, а дальше она разрешается в том смысле, что, например, его могут убрать. Варварство. Я даже не знаю, что тут сказать. Ну, понимаете, наше отношение к героям войны меняется. То есть, что это была за война? Была она освободительная или захватническая? Понимаете, вот как бы, что тут скажешь? Я не знаю там про памятник, конкретный памятник или какую-то историю, я просто не в курсе. Но я хочу сказать, что это всегда сложнее, чем просто там черное или белое. То есть там есть какая-то диалектика вокруг этого дела. Нам может не нравиться, конечно. Мы же не обязаны поддерживать все, что люди делают. Где-то нам неприятно, где-то мы возмущены и так далее. Что думаете по выходу США из Парижского соглашения по климату? Что это означает для мира и для Трампа? Я сегодня как раз с утра ехал на работу и на эту тему рассказывал. Дело в том, что как бы расклад, политический расклад Трампа состоит в том, чтобы поддерживать какую-то массу людей, которые за него голосуют. И как-то политический, так сказать, опора какая-то политическая. Значит, сегодня его политическая опора – это не республиканская партия, потому что партия его не любит. Это не какие-то, я не знаю, традиционные центры влияния. А это вот те, кто в твиттере, такие неформалы своеобразные. То есть люди, отрицающие такой традиционный политический процесс, и Трамп понимает, что, ну не столько он сам понимает, может быть ему там объясняют, вот этот вот Бэннер, как его там зовут, что нет смысла делать что-то, чтобы ублажить, допустим, не то что демократов, но даже просто, скажем, независимых людей. Потому что это все бессмысленно. А надо сделать по максимуму, чтобы ублажить тех, кто верит ему, что он вот обещал и сделал, обещал, сделал, обещал, сделал. И вот поэтому получается такая история. Все остальные люди, кроме вот этих, они для него практически не существуют. Они ему неинтересны. Вот что они есть, что их нет. Это бессмысленно. То есть есть те, кто его поддерживает, и есть все остальные, которые неинтересны. Поэтому выход из Парижского соглашения, это попытка, время покажет, удачное или неудачное, мы не знаем сегодня, попытка удержать, как бы, да, в своей орбите вот тот контингент, который за него голосует, который его поддерживает там и так далее. Но я, по-моему, рассказывал, я, значит, еще раз скажу, что там есть, как бы, такая статистика по тем, кто поддерживает. Значит, она проводится не тем, кто поддерживает и не поддерживает, а есть поддерживает, поддерживает, сильно поддерживает, и есть не поддерживает и сильно не поддерживает. Так вот происходит, там есть внутри динамика. И если кажется чисто внешне, что вот примерно 40% его продолжают стабильно поддерживать и ничего их не берет, то когда вы смотрите внутри, то вы видите, что процент тех, кто поддерживает сильно, упал на треть. На треть. Треть людей, которые сильно поддерживали, ушли в категорию просто поддерживают. Понимаете, поэтому он делает вещи, которые в первую очередь бьют именно по тем, кто его поддерживает. Вот, например, вот эта медицинская реформа, которую они там... Она, конечно, не пройдет в таком виде даже близко, не станет законом. Но ведь они что сделали? Фактически они убрали вот это положение о pre-existing conditions. То есть, если по Обама-Керу страховка покрывала все pre-existing conditions, то сейчас это фактически убирается. И там своими какими-то методами с этим имеют дело, как было до Обама-Кера. Но история такая. Вот опубликовали список штатов, где больше всего людей с pre-existing conditions. Там был список 13 штатов, и там где-то в районе 34, 35, 36% населения имеют pre-existing conditions. Вот все 13 штатов до единого голосовали за Трампа. Понимаете? История какая. Но вот как быть? Вот что с этим делать? То есть, прав ли он в том, что он думает, что этой мерой он сможет удержать или надеяться, что он сможет удержать, как бы показать свою лояльность вот этим вот остальным? Мы посмотрим. Но, то есть, может быть, он еще и потеряет какую-то часть на этом тоже. Какое-то прозрение может наступить, хотя, конечно, с трудом верится, но для Трампа нет мира. И нет даже Америки за пределами вот этих вот 40%, они для него не существуют. Вот есть он и вот эти вот, те, кто его поддерживает. Все остальные не имеют вообще никакого значения. Европа какая-то, какой-то там Путин, какой-то там Китай надоедливый. То есть, они все нужны для того, чтобы он мог на них цикнуть, там, тут какую-нибудь бомбу бросить. Ему говорят, а дальше что? Говорят, а просто так бросили и все. Чтобы знали, блин. Вот, авианосец куда-нибудь послать с понтом там. И еще что-то. Вот поэтому это все происходит для ублажения 40%. Как только вы поймете, что все остальные люди, страны, континенты, и так далее, не существуют, а есть только вот эти 40%. А все остальное, это как бы попытка вот на них воздействовать и сказать, я свой, я вас не бросил. Я не пытаюсь что-то забрать из своих требований, предвыборных обещаний, чтобы ублажить кого-то из остальных. Говорят, нет, я только с вами. И вот это, вокруг этого все крутится. Поэтому, ну, посмотрим. Посмотрим. Для мира что значит? Там много можно поговорить, что это значит. Ну, посмотрим. Участвовала в H1-билотерее. До сих пор результат неизвестен. Ну, будет известен. Есть действующая турвиза. Могу ли я ее воспользоваться? До въезда в США? Или участие в H1-билотерее приостанавливает действие турвиза? Почему же ездите на здоровье? Что там? У вас же никто визу не забирает. Ездите на здоровье. Есть ли в Америке еврейские театры? Ну, я не сталкивался, честно сказать. А что значит еврейские? Наидишь, что ли, должны быть? В Америке есть чудовищное количество еврейских режиссеров, продюсеров, артистов, сценаристов и так далее. Но есть даже люди, которые пишут на еврейскую тему, скажем, есть такие, снимают братья Коэн. У них удивительные фильмы, совершенно очаровательные, трогательные. На английском языке, естественно. Они не делают его для евреев специально, но они делают о евреях. Невероятные есть фильмы. Невероятные. Просто братья Коэн поищите. Очень классные. Ну, так, чтобы еврейский театр, я даже не знаю. А где сегодня есть еврейский театр, кроме Израиля? Даже трудно себе представить. Почему из Икраины активно уезжают? Ну, не то, что активно, но уезжают. Не выдерживают что? Чего-то я не договорил. А кому что? Кому что? Это же разные люди по-разному уезжают. Кто-то, например, не может смириться с тем, что напряженка, дети в армию идут, могут погибнуть и так далее. Для кого-то вот это. Для кого-то восточность, понимаете, израильская. То есть там масса народу из Марокко, из Ирака, из Ирана. Из разных таких вот восточных стран. Израиль не европейское же государство. Поэтому кого-то это напрягает. Ну, по-всякому. Я там не жил. Я просто так по разговорам смотрю. Так я бывал, но я не глубокий знаток этого всего. Так поверхностный. А из России люди уезжают. Разве они все из одного и того же уезжают? Или там из Украины уезжают? Разве они из одного и того же? Они могут уезжать из-за противоположных совершенно вещей. Один уезжает, потому что он не любит Украину, а другой уезжает, потому что он любит Украину и не может выдержать вот этой коррупции и того, что происходит. Понимаете, они... Ну, как так? Все по-разному. Вы не знаете, остался ли он доволен. Этого не знает никто. Но это, безусловно, провальная совершенно ситуация для страны. Но еще раз, возвращаясь к тому, для кого он работает. Для него нет страны. Для него есть вот эти 40%, которые он хочет не потерять. Он им сказал, что он Европу пошлет нахрен, пусть бабки платит и все. Он говорит, кто хочет, чтобы их защищали, платят бабки. И вот, собственно, на этом все. Он же хотел развала Европы. Он хотел развала Евросоюза. Вот Англия. Обама в свое время предупреждал, что Англия, если она выйдет из Евросоюза, то она не сможет иметь приоритетное отношение с США. Приоритетным будет все-таки Евросоюз для нас. А Трамп у него все наоборот. Он хочет развала этого всего. Это мечта, конечно, тоталитарных режимов, агрессивных и так далее. Это мечта. Трамп — это просто их мечта. Понятно, почему в Кремле его любят. Господи. Знаю ли я про компанию «Шломберже»? Да. Ну, конечно, вот я на днях, если вы наше видео смотрите, девочки... А, это не мое было видео. Это снимали ребята из Сан-Диего, блогеры. Я им подарил... У меня каска была оттуда. Женщина работала там нефтяником, потом перешла в QA и отдала мне свою каску. Но она маленькая такая на меня не нарезала. Вот я ребенку подарил там, шестилетнему. Ничего не знаю. А что я могу про них знать? Ну, то есть я знаю, чем они занимаются примерно и так далее. Вопрос какой-то есть, так задайте. Если во время ожидания разрешения на работу при политике помогаешь знакомым за денежное вознаграждение, платишь потом с этого налог. Taxpayer identification number. Дискредитирует ли это твое имя и перед за... Нет, никак не дискредитирует. Но жить же надо как-то. И вам прощается это все, это мелочь. Отлично. Это все мелочь. Говорят, что Германия через несколько десятилетий может стать сверхдержавой. Прокомментируйте. Значит, я бы так сказал. Дело в том, что сегодня есть Евросоюз. И в этом Евросоюзе есть движок такой. Вот Германия является движком Евросоюза. Поэтому политическое влияние Германии в мире определяется ролью Германии в Евросоюзе. То же самое, как Великобритания, будучи членом Евросоюза и активным проводником проамериканской политики в Евросоюзе. Вот влияние самой Великобритании многократно увеличивалось через ее роль в Евросоюзе. Сейчас Великобритания перестала кого-то интересовать. Неинтересно, что там происходит. Неинтересно, какие там выборы. Неинтересно, зачем. Неинтересно, какие силы. Пофигу Великобритания. Потому что раньше Великобритания влияла на весь мир. Вот было три крупных экономических системы. США, Китай, Евросоюз. И в этом смысле то, что происходило в Англии, кардинально влияло на одну из трех основных систем экономических в мире. А сейчас не влияет. Вот так же, как Швейцария не влияет ни на что. Не влияет и все. Поэтому Германия, как сверхдержава, она уже сейчас существует в таком более коллективном формате, в Евросоюзном. Но выполняя исключительную совершенно роль в Евросоюзе, Германия уже является такой, в общем, почти сверхдержавой. Почти сверхдержавой. К сожалению, сверхдержавность сегодня определяется в основном наличием ядерного оружия, которого у Германии нет, но она как бы без этого. То есть она может стать, так сказать, экономической сверхдержавой. Но опять, ей не нужно быть в одиночку. Она через Евросоюз уже является вот такой, можно так сказать, что сверхдержавой уже. По своему влиянию на мир, на экономику, на политику и так далее, Германия уже вполне, так сказать, особенно с исходом, с как бы со снижением, кардинальным снижением роли Викобритании, значит, роль Германии, конечно, резко возрастает. Можно научиться программировать дома самостоятельно. Ну, есть люди, которые научились, да. Не то, чтобы они, допустим, делают это лучше, чем если бы они ходили в университет куда-то, или там, ну, где люди учатся, или там на работе учились бы это делать, конечно. Но есть самоучки, которые в состоянии выучиться до уровня, там, скажем, выполнения каких-то проектов и там даже нахождения работы и так далее. Есть такие. Могу ли я прокомментировать решение администрации Трампа по ужесточению процесса получения визы США? Я не знаю, о чем вы говорите. Теперь при выдаче визы США будут проверять соцсети, телефонные номера, биографии и так далее. Ну, да, что, нормально, я думаю. Если я атеист, почему вы говорите, господи, боже мой? Это не связано с верой в Бога никак. Это язык такой, вот мы говорим по-русски. Там, понимаете, вот так вот и все. Вот у американцев есть такая фраза, когда пятница наступает, там, как дела? Он говорит, вот, thanks God, it's Friday. Понимаете? Вы, может быть, атеистом? Ну, это фраза такая. Да, господи, боже мой. А у меня бабушка, у которой родной язык был идиш, вот, так она, она никогда не говорила, боже мой, боже мой. Она говорила, вейзмир, вейзмир. Понимаете? То есть, в этот момент она, значит, переходила на идиш. То есть, она это по-русски сказать-то. То есть, она могла, но как-то у нее это выходило вот оттуда. Почему у нее выходило оттуда? Она говорила без акцента по-русски. Она совершенно замечательно. Она закончила гимназию, там, при царизме, там, и так далее. И, ну, вдруг, вот, понимаете, вот, вейзмир, вейзмир, боже мой. А я говорю, боже мой, ой, господи, боже мой. Язык такой. На среднюю зарплату со старта можно рассчитывать во Флориде или Калифорнии? На какую? Можно рассчитывать, будучи автотестером, с опытом два года, на различных платформах. Так, а можете и стольник получить. Если вы, значит, самое... Мне слово автотестер режет слух. Давайте я вам так скажу. Мне все время говорят, что я там что-то сказал. Вот там силиконовая долина, а правильно кремниевая. Или я говорю, там, роутер. Значит, а вот правильно говорить роутер. Вообще, это вообще уже ниже плинтуса всякого. Но это не важно. Но когда вы говорите автотестер, это... Я же даже не знаю, где же вы взяли такое. Но вот я автотестер. Или там он работает автотестером. Ну, правда. Ну, да. С опытом два года. Вы можете получить очень приличные деньги. Я не знаю, какой вы там автотестер. Понимаете? Если вы там можете писать на, скажем, там, Java или Python, там, скажем, тестировать REST API, вы можете легко получить 100-120 тысяч на старт. Хотя, вроде, что там делать-то между нами, правда? Вот. Если вы пишете, скажем, на Сиреневом веб-драйвер, там, с Java, там, Mavin, там, еще что-то. Ну, такие нормальные фреймворки можете делать. 120 тысяч. Ну, только если английский есть, там, и тогда, вот вам зарплата. Особенно в Калифорнии. Про Флориду. Ну, там, наверное, меньше платят. Там, не может, процентов на 10-15-20. А в Калифорнии легко. Как поменялась Америка с момента первого приезда? Ну, момент первого приезда был почти 27 лет назад. Первый, он же последний. Поменялось. Люди поменялись. Понимаете? Меняются ведь не то, что люди, которые есть, они меняются. Меняются, они уходят. Одно поколение уходит, другое ему на смену приходит. Вот так Америка перестала быть российской в какой-то момент. То есть, был расизм. Черные тут, белые там. А потом пришло новое поколение, говорит, мы так жить не хотим. И вот это ушло куда-то. Понимаете? То же самое. Как поменялась Америка? За 27 лет поменялось поколение. Ну, в Кремниевой долине кардинально произошли расовые такие, этнические перемены. Потому что, когда я сюда приехал, здесь из Индии человека увидеть было, ну, даже, я не знаю, вот как в Нижнем Тагиле, там из Африки кого-нибудь черного. Понимаете? Это, ну, экзотика была. Вот. А сейчас уже нас тут вот всех вместе взятых, наверное, меньше, чем народу из Индии. Поэтому кардинальные вот эти вот изменения произошли. Бывает, куда-то приедешь, там, в Техас куда-то, там, еще. И думаешь, что-то не хватает в Аризону. Что-то не хватает. Бах, индусов нет. Понимаете? Вот по Санта-Крусс ходишь, и вдруг видишь, говорит, ой, смотри-ка, индус. Думаешь, откуда же Санта-Крус-Индус? Ну, тут час езды, там, он подъезжает из Кремниевой долины. Но, понимаете, вот в этом смысле произошло много. Кроме того, Америка перестала быть вот той Америкой, которая была в смысле настроения, в смысле терпимости. Сейчас стало гораздо больше нетерпимости. Сейчас люди утыкаются в свой девайс или в свою социальную сеть. И им уже не нужно разговаривать с другими людьми, договариваться, находить общие точки. Вот они рядом сидят, и вот мы сидим, разговариваем, да? А он сидит с нас, и он в этом своем гребаном там девайсе. То есть, то, что у него в девайсе важнее, чем люди, которые рядом сидят, и с ними общение, понимаете? Поэтому это не только Америка так меняется, наверное, еще где-то меняется, но вот эта десоциализация, понимаете, происходящее. Наверное, там через какое-то время, когда никто уже не вспомнит, что люди иначе когда-то жили, это будет все совершенно нормально. Но вот поскольку я жил в каких-то других условиях, то, что я вижу сейчас, меня это огорчает. Сделайте виды, как ставить цели, как посылать отклик вселенной. Я вас умоляю, но я не специалист по этой теме. То есть, я как-то практикую, конечно, но я не могу этому учить. Есть ли в США гопники? Наверное. Я не общаюсь, как бы так, на улицах не вижу. Но, наверное, есть, почему нет. Где-нибудь в каких-то районах черных неблагополучных гетто, в каких-то, может быть, есть. Михаил, у меня на руках 25 тысяч. Жилье в США бесплатное, через друга. Достаточно для того, чтобы подать на политическое убежище? Конечно. Жилье отбрасывается. Возможно, к тому моменту будет 30 тысяч. Не, ну, более чем достаточно. Вам на подачу, там, на адвоката нужно... Ну, даже если десятка у вас уйдет, то у вас еще много денег. Плюс вы можете немножко подрабатывать. Это большие деньги. У меня есть, кстати, видео, как там, иммиграция в США с 25 тысячами долларов. Довольно популярная. Там что-то 1130-140 просмотров оказалось популярным. При поиске работы, что лучше отвечать во время интервью на вопрос, почему ищете работу, или уходите из текущей компании? Если я проработал там 6 месяцев, и основная причина ухода – это желание повысить зарплату. Понимаете, история какая? Ответ, который вы даете, главное в нем, это то, чтобы вам поверили, что вы правду говорите, а не дурака валяете. Это очень важно. Поэтому вы должны себя спросить, что-то еще, кроме желания повысить работу, может быть, еще что-то там было. Понимаете? Ну, например, скажем, стремление повысить профессиональную квалификацию, или получить какие-то задачи новые, которые дали бы вам ощущение творческого роста, профессионального роста. Но с точки зрения людей, которые с вами разговаривают, им бы хотелось видеть, что вы кроме денег чего-то хотите, потому что человек, который мотивирован, он хорошо работает, у него глазки горят, понимаете, он ищет себе задачи, он не сачкует и так далее. Если его только деньги интересуют, то его же не работа интересует, а вот эта часть. Поэтому мы все понимаем важность денег, но кроме денег-то что-то есть. Про деньги все понимают, это вы можете и не говорить, это понятно. Никто на меньшие деньги не уходит. Вот, специально так. Понимаете? Но говорят, а что ты меняешь работу? Хотелось бы вот этого, вот этого, вот этого. Я бы так сказал. В профессиональном росте. Но опять, понимаете, это же зависит от того, с кем вы разговариваете, в какой культуре вы находитесь. Если, например, скажем, если в Америке, то я бы не стал про деньги вообще говорить. Если вы работаете там, ищете работу там, где все понимают вопрос о деньгах, только скажите, хочу денег больше. Если это как бы нормально там. Если это не... Понимаете, меня в Америке спрашивают. В Америке я бы сказал здесь. Вот так. У жены образование педагог английского. Есть ли у нее шанс получить H1B? Понимаете историю? У нее есть шанс получить H1B, если есть желающий, взять ее на работу, как преподавателя английского. Ей никто не откажет. Понимаете? То есть, ну, почему же? Ее шанс упирается в то, чтобы ей кто-то дал приглашение на работу. Конечно. Что сейчас изменилось при выдаче политического убежища при Трампе? Ничего. Часто... Трамп не выдает политическое убежище. Часто ли вы летаете? Нет. Ну, надо лечу, не надо, не лечу. Нет. Я не часто летаю. Ну, может быть, раз в год, пару раз в год. Если имеется российский диплом фармацевта, то легко ли его эвалировать? Любой диплом эвалировать легко. Заплатил деньги, тебе эвалировали. Что там? Или снова придется идти учиться на фармацевта? А это совершенно другой вопрос. Эвалировать диплом легко. Можно ли с этим дипломом работать? Это совершенно никак не связано с его эвалированием. Эвалиацией. Совершенно другой вопрос. То есть, есть виды деятельности, которые лицензируемые. И надо смотреть, какие правила. А эвалировация диплома, да пожалуйста. Разве диплом дает право на работу? Не везде. Вот скажем, вы можете иметь диплом врача, но не знаете, что вы можете практиковать. Вы можете иметь диплом адвоката, но вы не имеете разрешения практиковать, пока вы не получите лицензию адвокатскую, или медицинскую, или риелторскую и так далее. Президент Трамп написал в Твиттер, что решение о выходе из Парижского соглашения о климате продиктовано заботой об американцах. Я удивляюсь, что вы читаете такую дерьмо. Но, ну читайте, я не знаю. А что вы хотели, чтобы он написал? Или вы, вы наверное не знаете, что все, что он говорит, ложь. 90% того, что он говорит, это патологическая ложь. Это уже подсчитано, уже просчитано, что 90% ложь. Ну, очередная ложь, ну что же можно сказать. Вы как-то говорили, что не очень увлекаетесь NBA. Нет. Тем не менее, в этом году третий подряд финал между Golden State Warriors из Окленда и Cleveland Cavs. Насколько обсуждается событие в массах? Я думаю, от массы зависит, в какой-то массе. Есть люди фанатичные, такие увлеченные. Там они на соревнованиях, на стадионы ходят. Они там в символике, в кепках, в майках. Ну, конечно, у них есть там свое. Ну, я просто не... Я и в Москве, когда жил, там я, ну, допустим, я болел за Спартак. Ну, я как болел? Ну, я говорю, мне нравится Спартак. Как бы я хотел, чтобы они там, скажем, выиграли. А тогда же играли они плохо, в общем. Вот. И так. Ну, Спартак. Поэтому я никогда болельщиком таким не был. Ну, мы, конечно, за сборную, мы болели там, да. Как у вас дела? Как здоровье? Что новенького? Знаете, вы мне напоминаете, Рабинович, как здоровье? Говорит, не дождетесь. Вот. Что новенького? Ну, я шучу. А то смотрю из эфира в эфир одни и те же вопросы. Мне бы уже надоело. А я же старый, я же не помню ничего. Это вы молодой, вы говорите, так его же это спрашивают. А я не помню, я так иду по ленте и все. Что вы, что я думаю о биткоин? По-моему, ерунда какая-то, не знаю. Хотелось услышать чуть более развернутый ответ про разрешение. Я. Подскажите, смена обоев, сантехники, например, смена ковролина на паркет самостоятельно. Это возможно без разрешения? Да. Разрешение требуется на те работы, которые лицензируемые. Ну, на, допустим, там, электрика. Но не то, что лампочку поменять, а именно вот там прокладка, там, изоляция какая-то. И так далее. Когда несущие в доме меняются, да, вот там, вот их какая-то опора несущая, и вы решили что-то там такое сделать. Вот. Вы решили там, допустим, формат крыши поменять. И вот, а чтобы крышу поменять, там, сколько надо всяких там опор, там, всяких дел и так далее. Поэтому не поменять крышу, а именно изменить ее, так сказать, shape. Вот. У вас была такая крыша, а вы хотите вот такую. И так, чтобы она еще там в пяти местах где-то была. Люди любят такие крыши у нас разнообразные. Богатые такие во внешнем виде. Это правда, что если не имеешь прав вождения автомобиля, сидя за рулем, достаточно, чтобы рядом сидел человек с правами. Это не совсем так, но это правда. Значит, если вы сдали экзамен устный на правила вождения, устный, то вы можете сидеть за рулем, если рядом есть человек с правами. Если вы экзамен устный не сдали, то вы не можете сидеть за рулем. В следующем случае в Калифорнии так. Правила могут быть разные от штата к штату. Я за все штаты не знаю. В России говорят по ТВ, что Россия не хочет военных конфликтов и так далее. В то же время идут провокации, например, отношения со странами-врагами планеты. Что вы думаете? Ну, нас вот в СССР все время воспитывали, что Советский Союз не хочет конфликтов. Вот мы песни пели. Хотят ли русские войны, спросите вы, утишены. Это было в стране, которая потеряла миллионы, миллионы, миллионы людей. В каждой семье погибшие, раненые, искалеченные, вдовы и так далее. И вот хотят ли русские войны. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат. Понимаете? С одной стороны. Но с другой стороны, были постоянно военные конфликты. Уже после, скажем, Великой Отечественной. Были конфликты в Корее, участвовали во Вьетнаме, участвовали. На Кубе, так или иначе, может быть, не дошло до перестрелки. Но тоже полезли туда и потенциально мог быть большой конфликт. В Афганистане, в Чехословакии, в Венгрии в 56-м году. То есть, конечно, они участвовали. То есть, они этого не хотели. Они бы лучше, они бы лучше обошлись без конфликтов. Но если без военного конфликта не получалось, они, так сказать, шли на применение оружия. А кто хочет? Разве Гитлер хотел, допустим, военного конфликта с Советским Союзом? Ну, вот Советский Союз как-то не капитулировал просто так. И приходилось с ним воевать. Понимаете, получается-то что? Поэтому так бы они с удовольствием мирно. Вот Гитлер Австрию взял мирно. Чехословакию взял мирно. Понимаете? Фактически там вот, да, там Бельгию какую-нибудь там. И все так мирно проходило. Ну, конечно, где-то немножко постреляли. Вот там во Франции чуть-чуть постреляли. В Польше, ну, там две недели там и, ну, тоже как-то вот. Поэтому, а так он же мирный. Ну, кто же, кто же, кто же скажет? Ну, крайне мирный был. Он ведь и евреев-то не хотел убивать, Гитлер. Он думал, куда их деть вообще, куда их выслать из Германии, куда бы вот их. И у него что-то не получилось с этим. То ли никто брать не хотел, то ли это слишком хлопотно было. Ну, ладно, тогда уже здесь шлепнем. Так он же добрый был. Понимаете, да, вот. Поспрашивайте людей там, которые его любят. Он вам так и скажет. Россия не хочет военных конфликтов. Зачем ей военные конфликты? Это же исключительно вот эти, как их отпускники. Это они хотят. И отпускники, это же они сами, кто их там. Вот эти, как зеленые человечки непонятные. Там в военторге форму взяли и все. Из Хайфы там шаббат шалом. Все американские президенты были такими, думали только об Америке, либо бьет счастье, а остальной мир для них не существует. Тут у нас отличается президент. Дело в том, что этот президент об Америке не думает. Он думает о той части Америки, которая за него голосует. Вся остальная Америка для него уже не существует. А ее большинство. Вот такая интересная. Кроме того, насчет остального мира для других президентов это абсолютно не так. То есть, скажем, Европа для них всегда существовала. И были союзники Соединенных Штатов, которые всегда существовали, их интересы были важны. И Израиль, и Саудовская Аравия, например, за пределами Европы. И Япония, и Корея Южная. Поэтому вы так уж не говорите. В прошлых передачах вы более негативно относились к иммигрантам за 50. В каком смысле? Как это я? Я вообще к людям отношусь очень позитивно. Возраст не имеет никакого значения. Я не знаю, в каком контексте вы это говорите. К иммигрантам записываются. Что вы такое говорите? Ничего не... Я не понял, что вы хотели сказать. Может быть, просто как-то до меня не дошел смысл этих слов. Хочу поддержать тему Трампа. Я сам за него голосовал. Все американские президенты думали о США. Но по сути Трамп бизнесмен. И он думает о своем кошельке. Глупость была за него. Ну, во всяком случае, вы являетесь редким человеком. Который как бы осознал и говорит, зря я это сделал. Потому что в основном его контингент это люди совсем другого плана. То есть они никогда в жизни не скажут, что сделали ошибку. А они скажут, что ему просто не дают его реформы проводить. Что там суды всякие, либералы. И так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что это такая прививка, которую Америка должна получить. И не только Америка, а весь мир с этим Брекзитом, с этим Трампом. То есть должно что-то, как-то должно повлиять на мир, чтобы больше в такое говно не вступать. Я извиняюсь. Вот что-то должно произойти в мире. Это же не просто так произошло. Это же есть причины этого всего. Вот эти причины должны быть уничтожены. Чтобы такого больше не было. Почему США поссорились с Европой? Ангела Меркель даже заявила, что Европа должна теперь полагаться только на себя. Ну, товарищ, ну вот Трамп так как бы себя повел, что говорит, все теперь, говорит Трамп. Значит, другие у нас с вами отношения. Как бы нет, в США поссорились с Европой, потому что у нас теперь новая администрация, которая уничтожает то, что создавалось последние, ну скажем, лет 70. Всеми предыдущими, значит, поколениями, там, и властью, и законодательной, и, так сказать, исполнительной, и так далее. То есть идет колоссальное разрушение тех основ, на которых мир стоял все эти годы. Ну, что предложить им нечего взамен. То есть это, конечно, вот. Но у него какой-то свой интерес есть, значит. Так. Теперь, значит, так. Теперь, Вячеслав, здравствуйте. Вы осуществляете поддержку вновь прибывшим в США? Нет. Я так информационно. Вот, если вы так, вопросы какие-то есть, вот задавайте, я что могу, скажу. А так, чтобы там деньги не одалживаю. Вы за или против развала ЕС? Я против. Но это не мое дело, это их личное дело. Я думаю, что это хорошее дело в целом. Ну, то есть, всякую систему надо, как сказать, ремонтировать, приводить. Ну, как я чувствую, как дом. Вот стоит дом. Вы же не можете его просто подстроить. Его надо так немножко где подкрасить, где там заменить что-нибудь там. Сортир прохудился и так далее. Разваливать дом просто потому, что сортир прохудился, это, я считаю, неправильно. Российские продукты в США намного дороже, чем в России. Намного дороже, чем в России. И что дороже, российские или американские продукты? В США нет российских продуктов. Что вы такое спросили? Я даже не понял. Если вы про продовольствие говорите, продукты питания, в США их просто нет. Но есть небольшой завоз для продажи в русских магазинах, таких в этнических. Ну, это смехотворные какие-то количества и так далее. Дешевле, чем дороже. В Нью-Йорке, например, где российских продуктов. Ну, они не обязательно российские, конечно. Это очень сильное преувеличение. Я думаю, что продуктов из Украины, например, там на порядок больше, чем из России. Вот. Но. Да. Ну, вот эти вот продукты, которые в русскоязычных, в русских магазинах, которые не произведены в США. Потому что в США производится очень много продуктов вот для этого. То есть, скажем, есть там и выпечка всевозможная, и шоколадные конфеты, и там еще чего-то. Очень много поступает из Европы. Из той же Венгрии, там Болгарии, Германии, там Бельгии и так далее. Но если посмотреть на продукты, именно импортированные в США, то цена будет сильно зависеть от того, в большом таком русском центре вы находитесь или в маленьком. Например, цена на вот эти продукты, импортированные в Нью-Йорке, может быть вдвое ниже, чем, например, вот где-нибудь в Сан-Хосе у нас тут. Просто потому что туда большие завозы, там более крупный опт, и, может быть, меньше расходов на перевозку. Конкуренция очень большая. То есть, может быть, этот профит марджин там меньше и так далее. То есть, намного меньше. Намного дешевле. Нравится ли вам собственный акцент? Мне пофигу. О чем мне тоже нравится? Ну, я говорю и говорю. То есть, у меня проблем с этим нет никаких. Как относится к акценту в работе? Я думаю, зависит от того, где вы находитесь. То есть, может, вы день в Огайо, там, будете в селе и там кого-то смутите. Но в Калифорнии я не могу сказать, что акцент кого-то вообще интересует. То есть, мы этого не видим. Так, может ли, говорят, насчет Германии не уверен, а Китай, скорее всего, в скором времени может стать сверхдержавой. Китай уже сверхдержава. Это уже сверхдержава. Вот Россия. 100% участвовала в выборах в США и Франции. Ну, можно так назвать, да. Трамп способ ослабить страну изнутри для России. Это правда. Все шутки про российских хакеров правдивы. Да. Есть доля правды. Вы согласны? Да, согласен. Да, согласен, конечно. Ну, то есть, понимаете, какая штука. Я против того, чтобы преувеличивать способность кремлевских, так сказать, практиков повлиять сильно на результаты выборов. Они пытаются, они даже не столько пытались именно на выборы повлиять, сколько дискредитировать. Дискредитировать Клинтон, потому что Клинтон, как бы, была довольно резко антироссийской, антикремлевской, неправильно, я за Россию не будем поганить, а вот антикремлевская, антипутинская, это правда. И вот, значит, ну, вот, соответственно, там пытались ее дискредитировать, там, как они могут и так далее. Но, как бы сказать, Россия на Западе, вот за эти несколько лет после вот крымских событий, стала символом, ну, официальная Россия, Кремль, там, стала символом слова «грязь». Это синоним, скажем, «держитесь от этого подальше». Вот так получилось. Это не началось с избирательной кампании, это началось с Крыма. Хотя и раньше, может быть, нет, ну, раньше были надежды какие-то, что как-то страна вот двинется куда-то в сторону такой западной цивилизации. Но поэтому ослабить страну. Трамп, он, это не способ, это их надежда. Трамп же, не то, что они предложили способ, это не их способ. Ну, да, средства, какое-то, вот, внутренние какие-то процессы, они пытаются как-то повлиять. Ну, ну, да хрен бы с ними, кому это важно. Обучился Шарпу, могу кодить, молодец. Спасибо, нам одобрили визы. Ваши визы мотивируют, а, видео мотивируют, хорошо. Едем по лотерею, ну, молодцы, то есть вы же так по-настоящему едете. Теперь надо много думать, как и кем там работать. Ну, начнете с кем-нибудь, а там потихонечку. Вы не поддерживаете выход Великобритании из ЕС. Я не поддерживаю выход Великобритании из ЕС, но это их личное дело, я же не могу на это влиять. Я просто думаю, что если бы там через неделю им бы дали переголосовать, то те люди, которые просто не пошли на выборы, понимая, что все равно, как бы, Великобритания остается, потому что, как бы, все опросы показывали, что Великобритания остается. То есть я думаю, что очень многие люди просто на выборы-то не пошли. Если бы они знали, чем это кончится, то было бы то же самое, что показывали опросы, понимаете? Вот, то есть, скажем, люди, пришедшие на выборы, не отражали вот то множество пропорциональных, которое проходило опросы. Вот, собственно, и все. Я думаю, что если бы в Америке люди знали, то есть все знали, что победит Клинтон, Трамп знал, что победит Клинтон, если бы они знали, что может случиться, он бы никогда не победил, они бы просто пришли бы на выборы, они бы просто не пришли. Те люди, у которых была возможность прийти, то есть есть такие, что никогда на выборы не ходят, а есть такие, что могли бы пойти, если бы они знали, что действительно что-то решается. Вот, поэтому я думаю, что и с Брекзитом, и с Трампом произошла вот эта вот интересная аномалия, когда люди, зная, что все нормально, просто не пошли на выборы. Поддерживаю я выход Великобритании. Ну, Великобритания превращается, выходя из ЕС, Великобритания превращается в такое, я не хочу сказать второстепенное государство, но намного менее интересное. То есть, понимаете, есть люди, которые за столом сидят и из горшка вынимают крупные куски мяса. Потом они, когда себе взяли, отдают этот горшок остальным. И там уже те, кто там что-то накосит, наберет. Вот Великобритания из страны, которая выбирала себе кусок мяса, она теперь превращается в страну, которой будут отдавать горшок после того, как кто-то заберет. Вот, собственно, и все. И это их решение, понимаете. Им путь обратно же не закрыт в Евросоюз. Ну, то есть, это какой-то процесс будет, это что-то такое. У молодежи отняли, понимаете. Люди старшего поколения, и в Великобритании, и в Соединенных Штатах, люди старшего поколения отняли будущее у молодежи, у своей. И в США, и в Великобритании. Молодежь голосовала против этого всего. Молодежь голосовала против Трампа. Молодежь голосовала против Брекзита. Понимаете, что произошло? Вот это возрастной вот этот вот конфликт. Люди живут слишком долго, понимаете. Так вот, жили бы меньше на 10 лет, совершенно другие были бы итоги выборов. Ну, так, интересное наблюдение. Так вот, к вопросу, поддерживаю я или нет. Я сторонний наблюдатель, что я могу сказать. Я просто понимаю, что этот выбор такой, он сиюминутный какой-то. А вот если бы так еще немножко подумать, так и не стали бы этого делать. Новороссийск. Читает нашу книгу человек с интересом. Дошел до половины. Ирина дошла до половины. Очень интересно. Спасибо, Ирочка. Я абсолютно откровенно это все писал. И многие люди еще удивлялись, что я так откровенно это все пишу. Но оно так наболело и так выплеснулось все. Поэтому так вот. Напомнить название компании, которая была зоомагазином онлайн и оценивалась в 5 миллиардов. Там не было 5 миллиардов. Там они продали на миллиард. По-моему, это было pets.com. Pets, да? P-E-T-S. По-моему, это было pets.com. Была еще одна, практически такая же, называлась Petco. Pet. P-E-T-C-O. Было две таких больших компании. Та, по-моему, была pets.com. Ну, там не было 5, там был миллиард. Из того, что я помню. Напомните, пожалуйста, название и автора книги по тестированию, которые вы рекомендуете. Ну, мы в школе пользуемся Рон Паттон. Называется Software Testing. Рон Паттон. По-моему, там 2Т или 1Т, я не помню. Может ли Трамп лоббировать интересы нефтегазовых боссов и автопроизводителей, и фастфуд-производителей, выйдя из Парижского соглашения? Ну, как лоббировать? Он все-таки президент, он не лоббист. Но это ведь очень грязные люди, понимаете? Я имею в виду Трампа и его команду. Это не люди бизнеса, это люди грязного бизнеса. Это совершенно особая категория, понимаете? Поэтому могут лоббировать, что угодно могут. Могут иностранным разведкам сдавать. Что хочешь, могут абсолютно. Познакомился с семьей из Канады. Когда они эмигрировали, вместо того, чтобы работать, где придется, взяли кредит на образование, стали программистами. Есть ли такое в США? Кредит на образование. Вместо того, чтобы работать, где придется. То есть они не работали. Приехали люди, они не работали. Им дали деньги на образование. Я не думаю, что они какой-то кредит особый брали, потому что кредита у людей, которые не работают, нет. Но есть всякие социальные программы. В США, например, вы можете приехать, не работать, сидеть на вэлфере. Если вы будете сидеть на вэлфере, вам будут бесплатно оплачивать, вы будете учиться бесплатно, вам будут еще платить этот вэлфер, а вы будете еще учиться. То есть есть такие программы тоже. Это не то, что вы думаете. Вот он приехал, взял кредит на полмиллиона и пошел учиться программистам. В США очень многие стали программистами. Без того, чтобы вот такой ерундой заниматься, например. Да какой же смысл брать кредит там? Ну подумайте, вы можете прийти к нам. К примеру, полно курсов таких, как мы, которые учат программирование. Например, вы пришли и заплатили 3 копейки. Реально, ну там в месяц больше человек получает, чем наши курсы стоят. И 2-месячный аренд вшивой квартирке однобедромной. Вот наш курс стоит, как 2 месяца заплатить за аренду поганой квартирке. Не дай бог, не самой лучшей. И вот там несколько месяцев прошло, вот он уже работает. Прошел год, если он действительно старается, пашет, он может, я знаю, люди до 100 тысяч получают. Через год. Чего же он там брал кредит, который еще возвращать туда там надо, и потом он стал программистом. Я не знаю. Полно народу стали программистами без этого всего. Но, может быть, в Канаде это такой массовый путь. Я не знаю, честно. Как относитесь к легким наркотикам? Я плохо отношусь к наркотикам. И к алкоголю, и к сигаретам. Марихану я не курю. И в случае таким не пользуюсь. Я не вижу в этом случая. Воспитание детей финансовым способом. Типа заставки для видео по доллару. С какого это можно делать? Какие минусы? Нет, ну она спросила, нет ли у меня какой-то подработки, чтобы ей подработать. То есть в какой-то момент ей было интересно, зачем-то ей захотелось подработать. Не то, что ей там что-то не хватает в жизни, но ей вдруг захотелось там какие-то деньги свои. И она говорит, спасибо дедушке. Я для нее придумал делать заставки для видео. Она сделала их там на десятку и перестала. Собственно, вот и все. Не то, что там какое-то воспитание такое, нет. Будет ли у мира второй Эйнштейн? Да у мира полно Эйнштейнов. Это же не обязательно, чтобы это была теоретическая физика. Например, там, господи, сколько у нас Эйнштейнов-то. Эйнштейн это раскрученный бренд. Понимаете? То есть я не хочу сказать, что это не был гениальный человек. Это совершенно потрясающий человек. Я искренне восхищаюсь Эйнштейном. Он помимо того, что ученый, он просто потрясающий совершенно дядька. Но что я хочу сказать, что есть очень много людей уровня Эйнштейна. И очень признанных в том числе. Очень признанных. Но просто они не такие раскрученные. То есть их мало кто знает. Ну, там, сколько там нобелевских лауреатов. Ну, кто про них знает. И там что-то такое. Понимаете? Просто Эйнштейн в силу непонятных мне обстоятельств. Ну, каких-то вот обстоятельств. Ну, может быть, из-за того, что ядерная тема последние лет 60-70 очень актуальна. Вот. Может быть, поэтому. Я даже не знаю, как это получилось. Но вот Эйнштейн очень раскрученный такой человек. Его все знают. Знают какие-то истории, которые у него там были. Что он из Германии вынужден был уехать, потому что евреи. Есть еще замечательная история о том, как Эйнштейна исключили. Он был академиком. И его исключили из Академии наук немецкой. Германии. Его исключили за то, что еврей. И он перестал быть академиком. Значит, и был случай, когда академика Сахарова пытались лишить звания академика. И там, когда обсуждали этот вопрос, говорят, а был ли прецедент в истории, чтобы академика лишили звания академика? Да, был. Вот Эйнштейна лишили в нацистской академии наук. И тогда Сахарова решили не трогать, чтобы не повторять вот тот прецедент. То есть, с Эйнштейном очень много чего связано. То есть, он как бы не просто гениальный ученый, а он еще и, как бы сказать, на простом таком, на уровне бытовом вошел в жизнь планеты. Вот, я думаю, в этом, как бы, величие вот его совместилось. Понимаете? Совместилось. Как у вас дела с Лешей? Что-то вас давно не видно вместе. А, это не мне. Это не мне. Это они тут в нашем чате общаются. Не могли бы вы сравнить контрактную работу с постоянной позицией? Могу. А что именно? Особенно в части возможного роста навыков, зарплаты. Рост навыков на контрактной работе. Хорошо. Там ты динамично движешься. Тут поработал, там поработал, здесь поработал. Гораздо больше динамики. Зарплаты. Консультанты обычно больше денег зарабатывают. У них, может быть, меньше бенефитов. Но именно вот деньгами, как правило, они больше получают. Оптимизация налогов. Я даже не понял, что вы такое сказали про оптимизацию налогов. Я думаю, вообще не думайте об этом. Получил деньги, заплатил налоги. Никакой оптимизации, значит, там контрактность по сравнению с постоянной позицией не дает. Вот. Так что, какие аспекты важны? Когда люди крутые и хотят оставаться крутыми, то они предпочитают многие контрактную работу. Там денег больше и ощущение, что ты на переднем фронте, на передовой стоишь. Но есть люди, которые любят, например, работать на постоянке. Кроме того, я слышал много раз, что если ты консультант, тебе не дадут решение таких задач, которые... Ну, как бы приходящий человек не может решать какого-то уровня задачи. Это должен быть свой, который вот работает и работает, а не то, что пришел и ушел. Ну, разные есть точки зрения, я не знаю. Я с удовольствием работал консультантом. С удовольствием. И Света у меня тоже, она убежденный консультант. Она отказывалась от постоянных позиций и вот работала консультантом. А как только она взяла постоянную работу в Майкрософте, вот так она после этого перестала работать вообще. То есть, ее это разложило. Она перестала чувствовать вот нерв вот этот вот, который чувствовала контрактором. Потеряла драйв. Много ли в долине бездомных животных? Я не вижу здесь бездомных животных вообще. Расскажите про рыбный день в СССР по четвергам. А что расскажите? Идешь в столовую. Так, и в столовой нет мясных блюд. Вот, ну, они, как бы, говорили, надо кушать рыбу, в ней много фосфора, там, все эти дела. Был такой даже анекдот, как человек приходит в магазин и спрашивает, скажите, говорит, а у вас есть мясо? И ему, говорит, продавщица, говорит, вы знаете, мяса нет, а вы возьмите рыбу, в ней много фосфора. И чувак говорит, так я бы взял, говорит, но мне надо, чтобы стоял, а не чтобы светился. Понимаете? И такой, ну, там было много шуток на эту тему. Не хватало мяса в стране. Собственно, рыбу, когда они стали людей уговаривать покупать рыбу, исчезла рыба. Рыба исчезла напрочь, ничего нельзя было купить. Я вам могу рассказать, знаете, если дети есть, вы уберите, я вам расскажу, значит, такая, стишок такой был про магазин «Океан». Были такие фирменные магазины «Океан», и там, ну, в какие-то моменты времени там было побольше рыбной продукции, а если там, в какие-то моменты там совсем плохо было. Вот когда мы уезжали из Советского Союза, уже там совсем было плохо, вот там, значит, вот стишок про магазин «Океан», такой, две кильки в томате, две бляди в халате, кругом чешуя, и нет нихуя. И вот это был, понимаете, вот вам рыбный день. Какие-то ошметки с костями, какая-то дрянь там и так далее. Наверное, может быть, в какие-то моменты там была треска какая-нибудь замечательная там и так далее, но, в общем, плохо было с рыбой. Я помню, когда стало плохо с рыбой, стали рекламировать рыбу на Татению. Вот, говорят, на Татение, и по телевизору пошла реклама. Советский народ к рекламе не привык и побежал покупать на Татению. На Татению распробовали, выяснилось, что это совершенно потрясающая рыба. На Татение пропало, тут же исчезло на Татение. Вот они все исчезали. Давать ответы, учат ли в школе Портнова, давать ответы. Мы учим их отвечать на вопросы на интервью, это правда. Но мы не можем из там, скажем, человека, который замкнутый, сделать разговорчиво. Понимаете, это мы так не можем. Давно хотела. Вы как-то упомянули о детских садиках в Силиконовой долине. Это сложно открыть садик? Ну, относительно не сложно. Но надо открыть садик. То есть, есть какие-то процессы. Можно ли жить на этот доход? Да, очень можно жить на доход. Насколько я помню, садик там, где у тебя детей, я боюсь соврать, 6-8, может быть. Вообще ничего практически не надо. И представьте себе, что если у вас, допустим, 8 детей, там, сейчас берут за это. Ну, даже если вы немного берете, там, 1200 долларов, то это у вас будет, там, ну, десятка в месяц, например, да. И человек платит деньги, независимо от того, болел ребенок, пришел, не пришел, он должен платить эти деньги. То есть, десятка в месяц уже можно жить. Конечно, вы должны из этих денег, там, потратиться на то, потратиться на все. Но это уже совсем неплохо. Совсем неплохо. Так. Если нет сил, энергии, как будто батарейки сели, и такое состояние давно, как заведиться? Ой, но если давно, то надо, я бы обратился за внешней какой-то помощью. Вот меня, например, поддерживает совершенно потрясающая женщина, которая занимается энергетической работой. Ну, вот как бы рейки, но я там у нее гораздо больше, чем только рейки. Но вот я хожу, вот иногда раз в неделю, иногда раз в две недели хожу. У меня есть массажист, который приходит нам, как обычно, раз в неделю приходит девочка. У меня вот кресло мы купили, у меня на работе стоит и дома такое же стоит кресло массажное. Значит, у меня есть дома сауна такая, как называется, инфра-ред, инфракрасная такая сауна. Я могу туда пойти, могу в баньку пойти, если там настроение есть. Я в баньку просто боюсь, я там как-то грибок подхватил сколько-то лет назад, и я с тех пор как-то боюсь туда ходить. Вот, в общем, вот так. Люди в бассейн ходят, но в принципе неплохо сходить к кому-то, кто по этой части. Нет уверенности, что на вас это сильно подействует. То есть гарантий такой нет, но вероятность такая есть. Поэтому сходите, но только по рекомендации, кому-то, кто действительно там крутой. Не по газете. Как сейчас ситуация с визами H1B? Так никак ситуация с H1B, она вот в апреле открывается, прием заявок и все. А между 1 апреля и 1 апреля никак. Да. Подскажите рецепт чая и салата из фенхеля. Чай мы просто покупаем в пакетиках. Он даже не из фенхеля самого, а из семян, по-моему, фенхеля. Вот этот, да. Вот пакетик туда бросается и чай. А салат... Света подрезает фенхель в обычный салат. Она фенхель кладет практически во все, что она делает. Огурчики там ферментирует, квасит, капусту или что-то. Она всюду добавляет фенхель. Легко ли получить лицензию в США по российскому фармацевту? Понять не имею. Были ли в знаменитом доме семьи Винчестера в Сан-Хосе? Ну нет, но я так мимо прохожу. А ходить на экскурсию у меня лень. Так, приветы передают. Хватит ли дохода 5000 на семью, муж, жена, трое детей для старта во Флориде в окрестностях Майами? При условии аренды жилья и среднего уровня жизни не голодать, не шиковать. 5000 большие деньги. Ну, по флоридским понятиям, это, ну вот 5000 там, это как здесь, я не знаю, там 12-15. Это очень приличный день. То есть вы не оголодаете там. Вообще, вы будете чувствовать себя нормально. Представьте себе, вот люди получают, допустим, 12 долларов в час, там, 13 долларов в час, 15 долларов в час. Например, 15 долларов в час, это, скажем, 30 тысяч в год, и второй получает 15 долларов в час, еще 30 тысяч в год. Вот это ваши 5000 на семью в месяц. Понимаете, это два работающих человека, получающих, может быть, там не безумно много, но это, ну, можно жить. Можно жить. Как ваше самочувствие после употребления гремучей и зеленоватой жидкости, которую вы пили во время прошлой трансляции? А что я там пил-то? А, так это же, этот самый. Да. Хорошо, я что пил, что не пил. Там, знаете что, там соли много, вот я вам скажу. Там много соли. Пробиотики, это все замечательно, там ударная доза пробиотиков. Так вот. Говорит, за Хиллари голосовала студенческая безработная молодежь, так называемая интеллигенция. Масс-мидия и деятели, а за Трампа голосовали конкретные люди. У вас сдвиг по фазе серьезный, поэтому, конкретный, так вот. Поэтому, значит, вы как бы пытаетесь лишить доверия тех, кто голосовал за Клинтон. Клинтон победила на выборах, за нее голосовал на 3 миллиона человек больше. Примите как факт просто и не ставьте себя в дурацкое положение. Есть статистика официально опубликованная. Безработная, студенческая, молодежь. Что за ерунда такая? Люди до 45 лет. Большинство голосовали за Клинтон. Чего вам студенческая, там, безработная молодежь? Так называемая интеллигенция. А за Трампа голосовали настоящие, не так называемые, а настоящие фашисты, нацисты, которые со свастиками ходят. Которые зик-халь делают. Кроме нормальных людей, которые просто не поняли, что делают. Конкретные, совершенно конкретные фашисты. Вот они сейчас ходят там, убивают людей, которые выглядят иностранцы. Совершенно конкретные люди, убивают совершенно конкретных людей. Чего вам нахило ли ты бочку катить? Я не то, что мне хило и чем-то близка. Но то, что вы пишете, такая ложь низкопробная. Низкопробная ложь. Понимаете? И, к сожалению, вот это как бы то, что ведет за собой. Низкопробная ложь это то, что движет людьми, голосующими за Трампа. Очень многими. Понимаете? Вот это плохо. Я бы никогда в жизни не поверил, что в США столько людей, для которых низкопробная ложь, заменяет просто очевидные факты, опубликованные, достоверные и так далее. Вот же ж. В этом году 15 раз не выиграли грин карту. Пожелайте нам удачи в этом году. Непонятно, по какому принципу компьютер не выбирает выигравши. Я вам желаю удачи. Я вам гораздо больше желаю, чтобы состоялась лотерея. Потому что, как я уже говорил, гарантии такой нет. И, в общем, как бы должно было все против того, чтобы она состоялась. Но, глядишь, вот, как бы недееспособность администрации может привести к тому, что вот, без того, чтобы лотерею отменить, они и не отменят. Просто, вот, как бы хотели, но так и не смогли. Вот все, что они делают, вот такое. Да. Так. Привет с Донбасса, говорят. Донбасс порожняк не гонит. Вот фраза такая. Михаил, нам с женой под 60. О, прям как я. Я даже немножко больше. Собираемся в США по воссоединению. По воссоединению. Молодцы. Образование высшее. Язык на уровне начальной школы. Что вы думаете, не поздновато учиться на тестера? Ой. На тестера. Вы знаете чего? Все-таки язык и тестер, это вещи, связанные очень сильно. То есть, тестер не может без языка сегодня. Было время лет 20 назад. Сейчас нельзя. Сейчас язык должен быть на месте. Теперь, вы не сможете за реально обозримое время поднять язык до уровня такого. Вот это просто, тестирование вы легко выучите. Там уж ничего такого там нет. Высшее образование, там может быть еще пользователи, там ничего. Силы какие-то есть. Вы поднимите профессию. Что будет с языком, я не знаю. Поэтому, честно сказать. Если бы вы сказали, у нас там свободный английский, я бы сказал, ребята, вам легко не будет, но попробовать можно. А сейчас, я думаю, трудно себе представить такой сценарий, чтобы получилось. Понимаете? Вот. Так что, то есть, как бы сказать так, вероятность отлично от нуля, да? Но не сильно. То есть, вот не то, чтобы там что-то такое, а так. Ну, вот сказать, что ноль я не скажу. Потому что я, как бы, всегда оставляю какой-то вариант, мало ли что. Но, в общем, как бы, как бы, не хочется вас, как бы, это самое, то, что называется дискарич, но, но, маловероятно очень. Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста. Учусь заочно. Осталось два года. Так. Если приеду, начну делать политическое убежище, то буду невыездным, несколько лет, не смогу вернуться на получение диплома. Так и есть. Так и есть. Не сможете. Не сможете. Нету никакой разницы в производстве так называемой органической пищи и неорганической. Разница только в цене и в зоне выращивания. Вернее, из каких и от кого семена. А количество пестицидов одинаково. Я не знаю, кому человек это пишет и в связи с чем. Но так. Японцы создали концлагеря. Сталин убил своих же, свыше 20 миллионов. Что с тобой не так? Со мной? Со мной? Что со мной не так? Со мной все в порядке. Так. Смотрите. Смотрите вы видео Натальи Квик о путешествии по РФ. Какие изменения, судя по видео, заметили в Москве? Ну, послушайте. Ну, какие же там мысли? Ну, конечно, за 25 лет Москва немножко изменилась. Я вам скажу, что я там был... Я там был... Я забыл. 2002-2003 год. Через 13 лет, как мы уехали. Видимо, 2003-й. И она тоже немножко изменилась. Я не могу сказать, что она кардинально изменилась за те 13 лет. Но она как-то изменилась. Ну, было бы очень странно, если бы она осталась на уровне 80-х годов. Понимаете? Ну, то есть, вот, у меня нет... Я посматриваю одним глазом так, да? То есть, я не могу там... У него длинные видео. Я больше комментарии смотрю, чем видео смотрю. Но, честное слово, меня очень трудно удивить какими-то изменениями внешнего вида Москвы. Там, я как бы... У нас тут тоже все время что-то меняется. В Сан-Франциско все время что-то меняется. Всюду все-таки что-то меняется. Ну, что там? Иммигранты за 50. Способность к адаптации, переучиванию, нахождению работы. Появилось больше положительных примеров. От человека зависит. Есть люди потерянные. Есть люди боевые. Только вот, вот, только да, и вот они там порвут. Понимаете? От человека зависит. Иммигранты за 50 разные. Разное знание языка, разная профессия, разные амбиции, готовность, разный уровень готовности к тому, чтобы там, скажем, заниматься чем-то попроще. Или наоборот, они рвутся куда-то. Я не знаю. Тоже не знаю. Я бы не сказал, что 50 это какой-то уж такой возраст сильно запредельный. Но, безусловно, это не 40. Понимаете? Но есть люди и за 50 очень ничего. И там 48, 50, 52. Очень ничего есть, народ. Насколько вредны продукты неорганические, по-вашему? Понятия не имею. Это не моя область. Я никогда не интересовался. Понимаете, есть вещи, которые я... Я на них не влияю никак. И я поэтому просто не думаю даже на эту тему. Что касается продуктов, мы стараемся брать органические сейчас. Я вам скажу, что они здорово отличаются по вкусу. Здорово. Насчет вредности я не могу оценить. Но я с удовольствием заплачу лишних пару сотен в месяц за то, чтобы были вкусные продукты. Вот, скажем, органическая курочка. Вы не представляете, как она хорошо отличается от просто курочки, которая может быть подешевле. А если вы бульончик с нее сделаете, вы очень сильно увидите разницу между вот той курочкой, этой курочкой и еще вот этой курочкой. То есть на бульоне исключительно хорошо видна разница. Поэтому мы стараемся брать вот эти продукты и так далее. Если кто-то нам скажет, что это чисто маркетирование, там ничего органического нет, дай ему бог здоровья. Я чувствую разницу во вкусе. Скажите, какое расписание онлайн-курсов на этот год? У нас нет такого. Следующая группа 24 августа начинается. Вот это я знаю. От нее надо отсчитать 3 месяца. Может быть, 3 месяца, еще пару недель добавить. Глянуть, может, праздники какие, или Новый год где-то будет. Мы, в принципе, делаем это 4 раза в год. Ну, может быть, не 4, а 3,6 или 3,7 раз в год. 3,8 раз в год. Ну, вот примерно так происходит. 24 августа ближайшее. Читал ли я Архипелаг ГУЛАГ? Читал, да, читал. Вы можете сказать, а понравилось ли мне? Ну, да. Это как бы сказать, это надо читать. Это надо читать. Вот. Не то, чтобы, скажем, там оно как-то литературное, какие-то качества высокие там у этого всего. Но это страшные вещи, их надо знать. Их надо знать. Солженицын проделал очень и очень большую такую работу. И, в общем, это здорово. Вот. Насколько, например, для меня совершенно неприемлемо, то, что он там написал эти 200 лет вместе. Вот. Совершенно же кошмар. Архипелаг ГУЛАГ, безусловно, вещь, мимо которой нельзя пройти, ее надо однажды прочесть. Вы можете не читать там «Один день Иван Денисича», например. Ничего с вами не случится такого. Но Архипелаг ГУЛАГ надо читать. Без этого нельзя понять. Там очень много в современной жизни. Правда ли, что в случае переезда по гринкарте для поступления в колледж или университет ему не нужно будет сдавать ТОЙФЛ, так как он будет резидентом? Это неправда. Это неправда. Он должен... Если он учится в школе, да, человек, допустим, учится в пятом классе, приехал в Америку, пошел в шестой класс, потом закончил американскую школу, ему не нужно. Но если он приехал, допустим, там уже в десятый класс или в одиннадцатый, и он все равно закончил американскую школу, но он там не проучился последние четыре года, ему надо сдавать ТОЙФЛ. А если уже он приехал, окончив среднюю школу, то он, конечно, должен сдавать ТОЙФЛ. Чем отличается CV от резюме? CV от резюме отличается в первую очередь применением. То есть, вообще, сокращение CV, аббревиатура, происходит от каррикулум ВИТО. То есть, жизнь в... Как бы сказать... Университет... Ну, такая учебная, да, то есть, преподавательская. Каррикулум ВИТО – это люди, которые работают в академии. Профессура. Вот у них CV. А у инженеров резюме... Инженер не может иметь каррикулум ВИТО. У инженера нет каррикулум, понимаете? Каррикулум – это вот дословно учебный план, так можно перевести, например, каррикулум. Вот. Поэтому это не преподавательская, не профессорская работа, там, скажем, программист. У программиста не может быть CV. То есть, вы можете назвать свое резюме CV просто по безграмотности. Не понимая. Вот где-то вы слышали и не поняли, о чем речь. Его сказали – это CV. Соответственно, оно отличается по содержанию. Конечно, если в резюме вы описываете проекты, на которых вы работали, и какие навыки вы использовали, инструментарий и так далее, то в каррикулум ВИТО он описывает, может быть, научные какие-то... Это не только академия преподавательская, это еще академия исследовательская. Если вы работаете ученым, исследователь, там, чего-то, вот, тоже, да, то есть, какие-то научные разработки, профессорская деятельность и так далее. У вас в гостях был стартапер? Был. Вы считаете их продукт бесполезным? Я не знаю. По сути, за эти деньги можно купить iPhone 5S или купить его по контракту. Ну, он же объяснял, почему это лучше, чем iPhone. В частности, вот, соображением безопасности, там, для детей и так далее. Ну, у него есть соображения. То есть, они признают, как бы, массу всяких способов других, да, что они есть. Как ребенка занять, там, просмотром этого или того, но у них вот свой. Я не знаю. Пойдет, не пойдет, я не знаю. Но он сказал, в частности, что они сейчас думают о продукте, который будет года через два, и который уже будет реальным хитом, и который уже пойдет большим тиражом. То есть, у них есть какое-то видение этого все. Поэтому я не могу оценить. Я просто поспрашивал его, чтобы вам было интересно, как вот я это понимаю. Вот, собственно, и все. А так, как я могу сказать? Я же, я же так. Вот. В случае с Трампом и Брекзит, люди знали, что все будет окей, и не пошли бы на выборы. В РФ люди знают, что все ужасно, и тоже не ходят на выборы. В ЕС видно, что выборы что-то решают, а в РФ, что ничего не решают. Ну, вы знаете, что? Вот мы в СССР, например, все ходили на выборы. Они ничего не решали. Но эти выборы были как бы официальным признанием того, что мы счастливы жить вот этой скотской жизнью, которой мы жили. То есть, мы не просто живем, а мы еще и счастливы, и благодарим спасибо родной партии за заботу. Вот этот плакат, спасибо родной партии за заботу, я видел в синагоге московской. Я один раз в жизни туда зашел. Я не прошел дальше предбанника, потому что какие-то козлы на меня налетели, что-то стали на меня ругаться, что у меня этой кипы не было. Как-то злобно очень. Я подумал, пошли вы все в задницу, и не стал туда заходить. Но вопрос в том, что там при входе висел прокат на красном кумаче белой краской. На красном кумаче белой краской в синагоге было написано, спасибо родной партии за заботу. Какая-то тонкая форма издевательства. Наверное, так мне кажется, такой еврейский юмор. Они так написали. Наверное, все все понимали. Ну вот так вот. У нас в Украине, к сожалению, пенсионеры, тоскующие по совку, тоже негативно влияют на выборы. Продаются за смешные подачки. Вот бы установить ограничения по возрасту. А что? Может просто расстрелять? Это ограничение по возрасту. Это что? Ограничение. Они уже свое прожили, правда? Зачем им голосовать-то? Пусть идут дальше. Так. Хороший комментарий. Вопрос философский. Какая модель семьи крепче? Два равных партнера, идущих рука об руку, либо один ведущий, другой ведомый? Знаете что? Я недавно показывал Юлю, девушку из Львова. Их там две сестры у нас. Юлия и Наталья. Они закончили. Они вообще из Киева. Но они во Львове заканчивали католический университет. Вот они там и приехали. И они сейчас обе уезжают. Сегодня я второй из них делал резюме как раз. Да, сегодня. И я с ними поболтал. И они такие хорошие две. И такие очень родные люди. Видно. Так они друг с другом хорошо. И я говорю, что-то там начал про кавалеров с ними беседу. И они говорят, Михаил говорит, мы очень разные. Вы не представляете, какие мы разные. Я говорю, а как разные. Вот одна говорит, вот мне нужно, чтобы обо мне заботились. А другая говорит, а я сама обо всех заботюсь. Понимаете, две родные сестры. Одна хочет, чтобы заботились о ней, а другая хочет заботиться о других. Это очень разные люди. Поэтому вопрос, равные партнеры, один ведущий, другой ведомый. Это же мы, слава Богу, мы все разные. Кому-то нужно, чтобы его вели. Кому-то нужно, чтобы он вел. Понимаете, кому-то нужно быть подкаблучником, а кому-то нужен подкаблучник. Понимаете, это же гармонично. Вот говорят, он подкаблучник. Это тебе не нравится быть подкаблучником, а ему хорошо. Ему хорошо быть подкаблучником. Он не хочет вот того, как ты живешь. Он хочет жить так, как он живет, так, как ему нравится. Это пара. Это две половинки. Понимаете, это делается на небесах. И поэтому, какая модель семьи крепче? Там, где люди органичны. Если они хотят быть равными партнерами, и они равные партнеры, это органичная крепкая семья. Если они хотят, чтобы один вел, а другой был ведомым, и они оба этого хотят, это гармоничная крепкая семья. Я бы так сказал. Просто пара должна быть. Понимаете, нет же, нет такого, чтобы как на заводе там собирают. Капица заступился за Сахара. Он и Сталина не боялся, говорят. «Хорошо, это вы, говорят? Это я? А что это я, не я? Я это я. Это правда вы? Это правда я?» Я сам иногда смотрю и думаю, неужели это я? Знаете что? Есть такой анекдот. Я сейчас расскажу. Был фильм такой про Ленина, что-то там с Лениным. Я не помню. Ленин в октябре там какой-то. И там шел солдатик там по Смольному с чайничком. И Ленин ему там показал, где там чайник, где там водичка горячая. Ну и он спрашивает, а кто-то такой? Он шел такой в кепочке, там что-то. Он говорит, так это же Ленин. И он вдруг схватил этот чайник, побежал, побежал, бежал по Смольному. И ему говорят, что? Что случилось? Он говорит, я Ленина видел. Вот. И есть анекдот на эту тему, как Ленин шел с чайничком по Смольному и там проходил. И там зеркало какое-то. И он глянул в зеркало. И вдруг как заорет, и как побежит. И налетает на Дзержинского. Тот говорит, Владимир говорит, что случилось? Он говорит, Феликс Эдмонович, я Ленина видел. Понимаете? Это правда вы? Правда. Смотришь в зеркало, и думаешь, боже, неужели это я? Восхичаетесь ли вы творчеством Юрия Башмета? По-моему, он восхитительный. Он потрясающе, да. Он здорово. Мне очень нравится. Есть такое количество талантливых людей. Башку сносит. Понимаете? Башку сносит, как воспаряют люди творческие. Просто невероятно. Их много. Поэтому Башмет, да. Безусловно, восхитительный. Что ж тут скажешь. Да. Да. Так. Куда-то мы... Ой. Ой. Что-то я проскочил тут. Проскочил, проскочил, проскочил. Так. Сейчас. Где это я? Ой, 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 опять проскочил. Да, вот он. Какой-нибудь веселый анекдот. Да я все время рассказываю анекдот. Вы знаете, много анекдотов. Почему мне создать рубрику Стендап Америка? Дело в том, что мои анекдоты старые. Я просто когда молодой был, в таком месте работал, где целыми днями люди травили анекдоты. И у меня как-то они залипают. Но я по ассоциации вспоминаю. Я же не так. Поэтому вам они интересны, потому что вы их не слышали, поскольку давно было. Понимаете? Поэтому так, я не могу быть стендап-комедианом, у меня масса других дел. Так. Сделайте, пожалуйста, рекламу вашего учебного заведения. Рекламу. Сайт, литература. Честно признаюсь, смотрю ваши видео не всегда, не везде. Может быть информация была в каком-то виде. У нас есть плейлист. Называется Портнов Компьютер Скул. На канале плейлист. И там прям все про наше заведение. Там масса всего. Ограничения по возрасту на выборах не нужно. Можно сделать так, как в некоторых странах. Если ты не платишь налогов, не имеешь права голосовать на выборах. Ну так тоже не очень правильно. Знаете как? Все-таки это же человек, он же гражданин. Как это вот там налогов? А если инвалид? Так он же теперь голосовать не может. Что думаете о пьющих евреях? Редкое явление бывает. Они позорят нашу нацию. Я вас умоляю. Это не то, чем можно опозорить нашу нацию. Так. Восхищаюсь Малком Блумбергом. Его журналы бесподобные. Он тоже из наших. Глаз радуется, что наши видите. Я, честно говоря, как-то не пережил это давно. И как бы я, я когда вижу человек там интересный, то мне собственно без разницы. Я не то, что я не отличаю там от одного, от другого, но как-то я прошел полосу самоутверждения там, что вот я там часть этого народа, а не того там или еще какого-то. Я эту полосу прошел, пережил, у меня все встало на свои места, и я так как бы и живу. Я вам расскажу случай там, позорят ли там еврейскую нацию пьющие евреи. У меня был приятель в Москве, который ехал в такси. А в то время, знаете, как-то считалось неприличным чаевые давать. Это как-то вот унижает человека, чаевые давать. Ну и потом мы, в общем-то, бедные все были, не то, что там. Короче, он ехал в такси. И таксист оказался евреем. Что вообще говоря, довольно редкое было дело, но так попалось. Вот он еврей едет, инженер, связист, едет в такси, значит, и там. И когда они уже рассчитывались, тот ему говорит, таксист ему говорит. Он ему дал там же, может, сверху там что-то, какую-то маленькую там копеечку. И тот ему говорит, что ж ты мне даешь там, уже дай там рубль или два, не позорь. Он говорит, не позорь еврейскую нацию. А тот ему говорит, это я, говорит он, это ты, которые там, значит, чаевые хочешь, ты позоришь еврейскую нацию. У них возник, значит, возникло разногласие, значит, на тему о том, значит, брать чаевые или давать чаевые, вот кто из них больше позорит. Ерунда это все, выкиньте нафиг из головы и все там. Ваши анекдоты из нашего прошлого звучат очень свежо, спасибо. Мяса нет в магазине напротив. Мяса нет в магазине напротив. У нас нет рыбы. Да, хорошо, хорошо. В рыбные дни и сейчас есть, ой, рыбные дни и сейчас есть, например, IT-компании в Чернигове, где я работаю. Ну, может быть, они из лучших чувств. Может быть, там хорошая рыба у них, знаете, как. Почему-то в наше время не было рыбы, икры, вот ничего такого не было, знаете, вот чтобы съесть. И мяса толком не было. Тестеры востребованы в Канаде? Да. Да, вполне. Торонто, Монреаль, Ванкувер, безусловно. Сторонники Трампа убивают чернокожих ребят, которые хотят выбиться из гетто. Как в США борются с куклу с кланом? Не, ну, послушайте, тут очень много, очень много наворочено. Сторонники Трампа в подавляющем своем большинстве никого не убивают. Это все-таки уголовное преступление. Это совсем уже отмороженные идиоты, которые, да, они с той стороны, с Трамповской там и так далее. Ну, это экстрим, ну, абсолютно безумный. Поэтому я бы не стал так вот Трампа обвинять в этом. Но Трампа я обвиняю в том, что он создал атмосферу в стране, когда вот эти вот повылезали из всех щелей и стали убивать. Это правда. Он создал эту атмосферу. Он ее создал. То есть это абсолютно его вина вот в этом смысле. Но насчет черных, которые хотят выбиться из гетто, они не смотрят, хочется человек из гетто выбиться или нет. И они даже не столько черных убивают, сколько вообще непонятных людей, которые как бы иностранцы. Вот я думаю, что к черным они, может быть, даже лучше относятся, чем к индусам, к мексиканцам, к, там, я не знаю, людям странной внешности или с акцентом, которые совершенно очевидно, что не черт. Вот черные, они американцы, они уже свои. Их уже, чего там уже, ладно, их можно не любить, но они свои. А эти вот поналезли из-за границы, понимаете. То есть я вижу, что у них гораздо больше, именно убивают, гораздо больше не черных, а вот всех остальных. Как в США борются с куклук-скланом? Ну, как, есть законы, которые борются. Куклук-склана практически и нету. Это было, прошли те времена, сейчас уже это невозможно практически. Судят, по тюрьмам сажают, как с ними борются. Но проблем у куклук-склана сейчас нет, абсолютно. Это проблема 60-х, там, и, может быть, до того. Очень много хотят уехать в США, с России, бывших стран СНГ. О чем это говорит? Это говорит о том, что люди теряют надежду, что они могут добиться чего-то дома, улучшить свою ситуацию. Они думают, что если я куда-то уеду, может быть, там. Это говорит о том, что надежды нет. То есть они уперлись в какую-то стену, и вот так получается. Я так думаю. Сан-Хосе, хорошее место для основания IT-стартапа? Неплохое. Там их, знаете, сколько? У вас нет английского словаря, современной лексики для тестировщика? А я даже не знаю, есть ли такой словарь, но у меня точно нет. Какая сумма необходима для учебы в вашей школе? Политическое убежище, проживание, плюс питание, плюс дополнительные расходы, покупка авто? Я не знаю, это надо сесть считать. Ну что же я вам так на ходу думаете, скажу. Я могу сказать, что наша учеба в школе стоит 4,5 тысячи. Это я вам могу сказать. Я могу сказать, что проживание где-нибудь, если вы будете жить возле школы с ребятами, ромейтствовать, в 1000 долларов вы нормально уложитесь. Насчет покупки без авто, просто вот так. То есть 4,5 тысячи раз и 1000 долларов в месяц, это вы будете как бы вполне. То есть, скажем, если все у вас нормально, вы где-нибудь через полгода, через 6 месяцев можете уже зарабатывать. Ну, в смысле, тестировать, если есть решение на работу. Политическое убежище, в зависимости от того, как пойдет и так далее. Есть люди, которые берут по частям, есть люди, которые берут сразу вперед. Это может стоить там. Но вот я не знаю никого, кто бы делал дешевле, чем 7,5 тысяч на сегодня. Ну, так вот считайте. Машину дешевле, чем тысяч 5-6, я бы и покупать не стал, честно. Потому что это неизвестно, сколько тебе это все выйдет, когда ты начнешь ее реально эксплуатировать. Такое вот мое представление. Подскажите, пожалуйста, никаких гонений и ущемлений нет, кроме тотальной коррупции в стране. И недостатка более-менее оплачиваемой работы. Может ли натурализоваться, если я среднестатистический? Чего-то он... Натурализоваться – это получить гражданство. Так у нас это называют. Можете ли вы получить политическое убежище, если вас никто не преследует? Ну, нет. Но то, что вы написали, недостаточно. Ну, дальше что я могу сказать? Вот этого маловато будет. Вам надо на самом деле просто заняться изучением вопроса. Я бы сказал так. То, что вы сегодня знаете о политическом убежище, это один процент от того, что надо было бы знать. Поэтому начните с плейлиста у нас на канале, который называется «Политическое убежище». Просто послушайте, что адвокаты рассказывают. У нас очень-очень много на канале на эту тему. Но вот хотя бы с плейлиста начните. И тогда ваши вопросы приобретут какой-то смысл более практический. Потому что то, что вы сейчас говорите, а вот такой вариант... Я не знаю. Ну, послушайте. Всякая тема, особенно такая, требует вхождения в нее. Если вы войдете в тему, у вас откроются там какие-то горизонты, которых сейчас нет. Если вы не войдете в тему, у вас ничего не откроется. И вы так останетесь на уровне того, если у меня нет никаких оснований. Все равно можно или все-таки нельзя? Фактически вот так вопрос звучит. «Моя знакомая рассказывает, что очень много сложностей с медициной в плане квалифицированных врачей, сложностей попасть к хорошему спецу, не говоря о том, что все лекарства только по рецепту». Я, честно говоря, не очень понял ваш вопрос. Потому что есть лекарства, которые по рецепту, а есть лекарства, которые без рецепта. То есть все лекарства делятся по рецепту и без рецепта. То есть если вы идете в аптеку, там без рецепта столько. Там глаза разбегаются. Поэтому я не понимаю, а зачем ей лекарство без рецепта, если это лекарство нужно с рецептом? Это-то зачем? Чтобы коньки отбросить там по случаю? Что это такое? Значит, насчет в плане квалифицированных врачей. Квалифицированных врачей сколько хочешь. Попасть к хорошему специалисту, если у тебя страховки нет, например, или нет достаточно хорошей страховки, потому что хороший специалист обычно не берет любую страховку, а берет такую, которая лучше платит. Поэтому все упирается в то, чтобы у тебя была нормальная страховка. Тогда вы попадете и к хорошему специалисту, и там все дела. Лекарства по рецепту, я думаю, это нормально. Без рецепта тоже полно. Доброго дня, Михаил. Хочу спросить ваше мнение. Есть среднее образование, IT? Получаю третий курс, заканчиваю. Мой институт лишили аккредитации, то есть диплом не государственного образца. Ну, так и вопрос-то где? Имеет ли значение этого диплома в штатах? Понимаете как? Для того, чтобы там работать на работе, вам этого хватит. То есть никто не будет вникать в аккредитованность вашего учебного зрения. Всем плевать. Если вы захотите пойти куда-то, где это важно, ну, допустим, вы получили бакалавра неаккредитованного, хотите получить мастера в Америке, то вот у вас тогда возникнет проблема. Например, так. Для эмиграционных целей это важно. Если вы хотите эмигрировать, и там по ходу дела нужен диплом, то обычно диплом должен быть от аккредитованного в учебное заведение. Как оценивается израильское образование в США? Так же, как любое. Ну, это неважно, российское, украинское, китайское. Тут с любым образованием люди ходят. Вас никто не ущемит за это. Но каких-то очков особых вы тоже не получите. С другой стороны, есть, ну, например, в Израиле есть известное учебное заведение, например, Технеон. Технеон как бы, ну, его знают и говорят, да, да, Технеон, да, это уже... То есть, может быть, как-то ваше резюме будет какой-то большей привлекательностью обладать, хотя все равно потом начинается интервьюирование и все остальное. Были ли я в Калининграде? Ну, только в том, что подмосковный. Имеет ли значение? Да. Спасибо за эфиры. Вот уж до чего техника дошла. Не говорите. Более 300 людей сидят в разных местах глобуса, при этом за одним столом. Прикольно, прикольно. Я сам поражаюсь. Сколько народу? Да, 365 вот у нас тут, да. Хочу сказать просто спасибо. Спасибо за спасибо. Я как бы очень приятно. Ой, ой, что-то сорвалось тут. Ага, сейчас, 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 сейчас. Так, 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 вот. Сейчас я... Сложно тут листать, знаете. Почему Россия потребляет много алкоголя? Как вы считаете? Это от плохой жизни? Или большинство народа просто быдло, в кавычках? К алкоголю вы относитесь плохо, я уже знаю. Вы знаете, что, вот в то время, когда мы при коммунистах жили, там, как бы, я думал, что, поскольку у людей отняли возможность заниматься своим делом каким-то, понимаете, там, ну, хозяйство какое-то, значит, там, бизнесочек помелочи и так далее, то, как бы, люди просто вынуждены. Ну, не то, что вынуждены, не остается ничего. С другой стороны, вот, помните, там, у Некрасова на каждую напьющую непьющая семья. То есть, как бы, говорит, не так уж у нас тут все спились. У нас на напьющую семью есть непьющая. То есть, у нас всего только половина населения пьющих. Ну, это же было еще, да, все времена Некрасова. Почему они пили? Ну, сельское население, значит, зимой делать нечего. Вот, там, беспросветненько, так вот, там, сидишь, ждешь, пока зима кончится. Ну, вот, пьют. Во время, там, скажем, посевной, там, или уборочной никто не пил. Я думаю, что это, вот, как бы, не занятые люди чем-то. Если бы заняты были, они бы не пили. Я думаю, что сейчас меньше стали пить, потому что люди за рулем сейчас очень многие. Вот, в наше время мало кто был за рулем, а сейчас, вроде, почти все за рулем, да, или очень многие за рулем. Может быть, они меньше пьют из-за этого. Так, я надеюсь, хотя бы. Потребляют много. Я думаю, просто оттого же не занятые. Но, с другой стороны, есть вот страны, там, типа Финляндии, например, они тоже много потребляют алкоголя. То есть, просто спиваются. Почему они так? Разве у них плохая жизнь? Это более сложный вопрос, чем вот так вот раз, так и, вроде, понятно, там, как ответить. Не знаю. Что такое обидчивость? Откуда оно берется? Общение с обидчивым может стать адом. Все время надо себя контролировать, чтобы не обидеть ненароком. Ну, понимаете, как, когда много людей вокруг, всегда есть кто-то более обидчивый или менее обидчивый. Но обидчивость идет, как бы, от некоторой несостоятельности, несамоутвержденности, что ли. Несамоутвержденности. Вот я привожу пример, вот, когда говорят, художника обидеть может каждый. Это если художник несостоявшийся. И он все, что люди говорят, он воспринимает очень, очень обидно. А художник состоявшийся, ему пофигу, кто чего говорит. Художника обидеть вообще нельзя. Понимаешь? Художника, который состоялся, который знает, что он делает, который понимает ценность. Какая разница, кто и что ему скажет? Понимаете? Каким бы соловьем вы ни пели, всегда придет какой-нибудь осел, который скажет, что, значит, было бы неплохо тебе там. Жаль, что не знаком ты с нашим петухом. Еще бы ты более навострился, когда бы у него немного поудучился. Понимаете? Всегда придет осел. Но или вы мастер, так сказать, и знаете, что вы творите. Ну, пришел какой-то дурак. Кому какое дело? Поэтому обидчивость, конечно, вот в основе это цепляется в больное место. Понимаете? А больное место состоит в том, что вот не признали. Бывает затюкали, затравили там с детства комплексы, там еще что-то, еще что-то. Но я вам скажу, если человек обидчивый, так вы уже тогда с ним поаккуратнее. Если вы знаете, что он обидчивый. В конце концов, можно вообще с ним дела не иметь, если уж так действительно достает. А у вас гармоничная семья? Можете ли назвать себя подкаблучником? Нет, подкаблучником никак не могу. У нас семья, ну вот мы как есть, мы уже все-таки 41 год вместе. Мы так притерлись, что абсолютно бесконфликтно существуем. То есть, как бы я бы сказал, очень гармонично даже. То есть, мы дополняем друг друга, мы очень, я считаю, каждый по-своему заботится о другом. И, в общем, достаточно. Я не хочу сказать, что как бы там стопроцентная такая вот притерта. То есть, ну, в основном, ну, в основном, отличаются ли по цене машины в разных штатах в зависимости от уровня зарплат. Может отличаться от уровня стоимости, например, земли в том месте, где стоит дилершип. Вот если он стоит где-то в степи, и там ничего больше нет, там может быть чуть-чуть дешевле. А если он стоит в очень дорогом месте, и, скажем, просто за эту площадку нужно платить большие деньги, соответственно, это сказывается на стоимости автомобиля. Вот, поэтому, так вот. Бывает ситуация, когда поторговаться просто можно, то есть, они завышают цену. Но они, может быть, больше торгуются тут, меньше там. Там, где подешевле, там, может быть, больше продаются машины подержанные. Там, где подороже, там люди больше, может быть, берут новые. Вот такого плана. Доставка, пригон к себе штат. Существует ли практика покупки в соседних штатах? Вы знаете, чего бывает такое? Люди едут куда-то, где подешевле, а потом там ее пригоняют. Это можно. Но там есть тонкость такая. Если я купил в этом дилершипе, то у меня могут быть какие-то дополнительные бонусы для обслуживания машины в этом же дилершипе. То есть, это не всегда без разницы, где взял. То есть, иногда бывает что-то существенное, где брал. Часто ли американцы обращаются к психологам? Ну, у них есть такая культура, да. Есть. Вообще, принято в США заботиться о своем ментальном здоровье. Ну, есть такое, есть. Я не то, чтобы там все, и не то, чтобы они только и бегали по психологам. Но, в общем, принято заботиться, да. Если дойдете до моего сообщения. Вот уже дошел. Расскажите, как научиться хорошо понимать английский на слух, не проживая в англоязычной стране. Советов много, а по сути, ничего толкового. Ну, помилуйте. Самое простое. Возьмите фильм с субтитрами. И смотрите все это до опупения. То есть, смотрите именно, чтобы учить. Да, только возьмите такой фильм, где, знаете, тема может быть интересная, там, или лексика полезная. Вот. И смотрите, они там довольно четко говорят, в основном. Ну, в большинстве фильмов они хорошо говорят. И по субтитрам разбирайте. Ну, не с первого раза. Ну, там, допустим, первый раз вы поняли 30%. А второй раз посмотрели, поняли 50%. Там, пятый раз посмотрите, поймете 95%. И если вы один фильм доведете, вот до этих 95%, то следующий фильм вы возьмете, это не будет уже 30%. Это, может быть, будет уже 60%. Когда вы пять фильмов доведете, там, до 95%, уже у вас ни одного фильма не будет, так, чтобы меньше 80%. Понимаете? То же самое, как, например, вы учитесь водить автомобиль, вы освоили один маршрут. Ну, скажем, там, 20 минут куда-то ехали. Но вы пока ехали по этому маршруту, вы сделали там три правых поворота, четыре левых. Вы прошли там пять светофоров, там, четыре стопа. Ну, и так далее. И в итоге на любом другом маршруте вы все равно будете делать левые и правые повороты. Вы будете там ими делать со светофорами. И так далее, и так далее. То есть, получается, что отработав один маршрут, вы уже, все остальные маршруты ваши, вы уже подняли на какой-то уровень, которого там близко не было. Понимаете? Вот то же самое и здесь. Собираюсь играть в этом году грин-карт. Но мне не совсем понятно, что в графе писать место рождения, если я родился в поселке. По паспорту. Как написать правильно? Я не знаю точно. У нас есть видео на канале о том, как это заполняется. И там Раевский объясняет. Он человек грамотный. Вот я обычно туда отправляю. Есть форум, говорим про ИС. Первая ссылка на всех наших видео, под всеми видео. Вот там все это расписывается. Я не хочу ничего сказать, чтобы не напортить, не навредить. Нашел информацию в Ютьюбе, что в Америку многие приезжают по Турвизе, устраиваются без проблем на работу, хоть и нелегально. Но многие и так работают. Что можете об этом сказать? Правда, так и есть. В чем принципиальная разница между жизнью в США и Австралии? Ну, я не жил в Австралии, что же я вам скажу. Мне кажется, что в США движухи просто больше. Плюс, как бы сказать, страна сама больше, население намного больше, разнообразие больше. То есть, есть куда поехать, отдохнуть, еще что-то. Может быть, в Австралии в этом смысле как-то она более провинциальная. Но я не знаю. Я думаю, что в Австралии совершенно замечательно можно жить. И, как бы, я очень хорошо отношусь к Австралии и к Новой Зеландии. Вот. Но, ну, немножко в стороне, как бы, да, там. Если вы привыкли жить в большой стране, вот такой, где можно туда поехал, сюда поехал, еще чего-то. Может быть, в США в этом смысле более такая оптимальная, удобная. Михаил Светлана. Вы создаете будущее и воспитываете тех, кто его будет создавать. Ну, может быть, это слишком так крупно. Но есть ли у вас какое-то видение будущего в социальном технологическом плане? У меня нет. То есть, у меня, может быть, есть какая-то картинка в голове. Но я все время ее рассказываю, там, эту картинку. Но я не знаю, как будет. У меня, на самом деле, нет такого праведческого таланта. То есть, я когда что-то хочу, редко получается так, как вот я бы хотел. Поэтому, я больше такой фантазер, наверное. Что бы я хотел, чтобы было изобретено, чего еще нет. Так, господи, уже того, что изобретено, в тысячу раз больше, чем человечеству для счастья нужно. Так мне кажется. Потому что, вроде, давно все изобретено. Остановиться невозможно. По вашей наводке начал заниматься тестированием. Сейчас взял процессинговый модуль в Сбербанке на себя. Автоматизация 90%. Люблю свою работу. Ну, что, классно. Я очень рад. Искать работу в США. Лучше ближе к моменту розыгрыша H1B? Ну, если вам нужна H1B, то это лучше. Ну, вы должны к 1 апреля, на вас должны уже подать все. Это, соответственно, ну, я бы начинал где-нибудь, ну, или в январе, или, может быть, самое раннее, в декабре. Вот так, чтобы вам успели оформить документы. Можно ли идти учиться к вам в школу по турвизе? Запрета нет никакого. Просто вы должны сказать себе дальше, что. Ну, хорошо. Пришел, проучился, потратил деньги, время. И, понимаете, вот если нет ответа на это И, так, а что тогда? Учитесь на здоровье. Да мне-то проще, господи. Если человек без разрешения на работу, я же не отвечаю за его трудоустройство. Ну, на практику пошлю без вопроса. По четвергам, друзья, в финских кафетериях, особенно студенческих, подают на обед гороховый суп. А? И блинчики с джемом. Ой. Что-то мне как-то гороховый суп и блинчики с джемом как-то у меня не сходятся. То есть суп хорошо, блинчики хорошо. Но чтоб так вместе как-то мне кажется немножко странным. Какой период обучения в вашей школе? Может быть, два месяца, может быть, три, может быть, четыре. От программы зависит. Привет нам из Ухты. Вот, пожалуйста. Когда же вы спите, у вас ночь. Я поспал пару часиков. Сегодня. От чего зависит стоимость страховки на автомобиль? Год выпуска, техсостояние, что-то еще. Ну, грубо говоря, стоимость автомобиля, нынешняя рыночная, потому что страховка вам должна его заменить, если что, да? Значит, стоимость автомобиля, а уже год выпуска и техническое состояние влияют на стоимость. Значит, стоимость автомобиля раз, вы, как водитель, два. То есть, есть водитель более опасный, менее опасный. Возраст, опыт, там, история аварий, которые у вас были. Сумма покрытия. Кроме того, что вам должны автомобиль восстановить. Значит, есть еще страховка, так называемая liability, то, что гражданская ответственность у вас называется, если вы кого-то повредили. Поэтому масштабы вот этого покрытия, да, тоже влияют на цену. И есть еще такое понятие deductible. Это сумма, которую вы заплатите сами, прежде чем страховка подключится. Если вы хотите подешевле, например, то вы берете deductible побольше. А если deductible маленький, тогда подороже получается. В общем, так влияет. Вы можете, знаете, что сделать? Вы можете пойти на Google, написать там car insurance, там, California, например. Ну, неважно, car insurance. И выйдут какие-то сайты, где можно заполнить формочку и посмотреть, как поиграться с этим делом. Или можете пойти на сайт страховой компании, там, допустим, farmers.com, да, или там, как они там, ну, наверное, farmers или farmers insurance. И там будет формочка, и вы ее заполните, и посмотрите, и поиграетесь со всеми параметрами. И вы увидите, как влияет на цену больше liability, меньше liability. Там больше миль в год вы проезжаете, там, 5000 год проезжаете, или 15000 год проезжаете. Вы увидите, как это влияет. Там, 3 доллара, 5 долларов, 10 долларов, 20. Это все можно руками пощупать. Так, снова чувствую жизнь. Что же получается, без меня, значит, это жизни, что ли, нет? Так, еврейский народ восстал из пепла, растворился в мире и создал собственное государство. Бродский, Бекхэм, Михаил Портнов. Ну, ё-моё. Да. Ну, как всего, что было? Большая сложная история. И история евреев, это не Бродский, Бекхэм и Портнов. Понимаете? Это история верующих евреев. То есть, еврейский народ возник и сохранился, как народ верующих иудеев. Понимаете? Это вот в СССР и в нацистской Германии евреев определяли еще и по крови тоже. Потому что во всем остальном мире, и в США, например, сейчас, евреи – это иудеи. Это синоним. Значит, что еще сказать? И поэтому и государство создалось, что, в общем-то, вы видите, оно тоже на такое религиозное, такое очень государство. Его нельзя назвать таким уж совсем светским. То есть, там нет такого. Поэтому в тот момент, когда уходит иудаизм, то в этот момент евреи просто растворяются среди других народов. Поэтому и, собственно, и Бродский, ведь Бродский же не поэт еврейский. Он же не писал на идише или на хим, на иврите и так далее. Поэтому это как бы уже так вот оно уходит. То есть, евреи испокон веку, они растворялись в окружающих народах тоже. Поэтому так вот даже не знаю. Чем отличается обучение в вашей школе онлайн от фулл-тайм? Ну, разница в цене, конечно, но в онлайн-курсе 40 занятий по часу. Там очень много есть видео для самостоятельной работы, но там всего 40 уроков по часу. А здесь 185 часов плюс живьем, плюс там на практику вас посылают и так далее. То есть, там больше всякой... У нас гораздо больше работы там с этим совсем. Онлайн-курс, если вы захотите на практику пойти, там еще 1000 долларов добавляют. То есть, если, скажем, вы в онлайне были, а захотели на практику, это будет уже 2000 стоить. Но часов так и останется 40. Заканчиваю второй мед-курс. Мед-факультета НГУ, Новосибирский госуниверситет, надо полагать. Муж поступает на PHD в США. Хорошо. Отъезд планируется следующим летом. Следующим летом. Уже будет заканчивать третий курс. Надо помнить. Так. Люблю учиться. Это какая? Для меня это была мечта. Как справиться с переживаниями незаконченностей? Ну, примите как факт. Ну, что же делать? Я вам скажу, вот у меня мама, например, поступила в институт. Она выпускница 41-го года. Вот представьте себе. Она возвращается. Они там всю ночь гуляли после выпускного вечера. А утром, значит, они идут и там веселятся. Она не кшикает. И война началась. Знаете, вот. Вот так. В этот день началась война. То есть у них был выпускной вечер, а с утра война. И она поступила в медицинский институт. Вот так же, как вы, она училась в Донецке. В медицинском институте. Но в основном она училась, что она там. Начали учиться, а потом на окопы. На рытье окопов. Потом эвакуация. И она хотела быть врачом. И мама ее хотела, бабушка моя хотела, чтобы она была врачом. У нее старший брат врач. Хороший хирург был. И вот. И занесло их в Алтайский край. В Барнаул. А там все, что было. Там был станкоинструментальный институт московский. Туда эвакуировался. А может быть, даже это еще и был какой-то другой. Она заканчивалась станкоинструментальной. В Барнауле, я не знаю, какой был. Может, она потом переводилась. И все. И вот она там училась. Ну, а что было делать? Понимаете? А хотела быть врачом. Ну, стала инженером. Она была очень хорошим инженером-инструментальщиком. Очень хорошим. Всякие фрезы там рассчитывала. Я в этом деле ничего не понимаю. Но я помню, как она высокого класса была специалист. Такая жизнь. Поэтому я не говорю вам, не будьте врачом. Ради бога. Но если вы живете в США, и если вы тут не закончили, ну, смотрите, чем заниматься. Вы же молоденькая девочка. Вы же не можете просто так сидеть без дела. Поэтому по обстоятельствам. Ну, смотрите по обстоятельствам. Учит ли у нас кроме тестеров? Ну, у нас нет. Как бы мы специализированы. Хочется выразить благодарность. Ну, тут у нас очень много выражает благодарность. Я, как бы, с одной стороны, очень признателен. С другой стороны, мне, как бы, неудобно даже. Ну, что же я так. Так, видео. Так. Смотрю несколько суббот уже. Прям подсел. Ну, человек. У вас скайп квакает. Правда? Давайте мы его отключим. Сейчас. Нам скайп зачем тут скайп? Собираюсь эмигрировать в Калифорнию. Вам случайно профессиональный видеомонтажер не нужен? Ну, что же, мы же не студия. Это же блогеры. Знаете, как они там. Создают продукт такой. Однодневку. Там. Ну, в лучшем случае видео будут смотреть неделю. Это в лучшем случае. А бывает так. За 2-3 дня все прошло и нет. Что там монтируют? Человек с образованием, только 9 классов, может заполнять анкету на грин-карту? Есть ли смысл? Заполнять может. Получить, как бы, выигрыш свой, да, как бы его так раскишить. Он может только тогда, когда у него будет закончена средняя школа. То есть заполнять может, конечно. Так. Есть ли у ребенка инвалидность? Реально ли такой семье получить гражданство в Америке? Ну, нет ограничений по инвалидности. Почему же? Пожалуйста. Усидчивость, энергичность, сосредоточенность. У вас поразительные. У меня нет такого ощущения. Это вы со стороны, может быть, так. Я себя так не определяю. Я считаю, что мне не хватает там ничего. Ну, ладно. Нашел канал месяц назад, смотрю видео, вдохновляюсь. Решил задать вопрос. Написал. А он не поместился. Разделю на несколько частей. Давайте. Надеюсь, не потеряются в чате. 27 лет. Жизнь сложилась так, что не имею никакого формального образования. Бывает. Однако, владею тремя языками. Опаньки. Включая английский. Самостоятельно изучаю веб-разработку. Так, подождите. Ага. Параллельно набираюсь опыта на фрилансе. Веб-дизайн. Разработка сайтов. Существует ли возможность вообще без образования, но с опытом и навыками, эмигрирует в США не по рабочей визе? Ну, понимаете как? Если виза не рабочая, то наличие или отсутствие навыков никак не влияет. Ну, допустим, вы можете жениться на американке. Вас никто не спросит, какие у вас навыки при этом. Да, пожалуйста, можете. Ну, если это не рабочая, что может быть? Вы можете стартап какой-нибудь замутить. Теоретически, что там еще бывает. У вас могут быть какие-то экстраординарные способности. Может, вы там будете лауреатом всероссийского конкурса певцов. Там, не знаю. Но, то есть, всякое бывает. Но это сложно все. И по рабочей визе тоже сложно. Понимаете? Не то, что по рабочей визе легко, а по остальным можно. По рабочим тоже сложно. Здравствуйте, Михаил. Скажите, как человеку, у которого свой бизнес? А, как человеку, у которого свой бизнес. Это у меня. У нас в России, чтобы заплатить работнику 100 рублей, надо еще 43 заплатить по зарплатным налогам, как у вас в США. У нас, чтобы человеку заплатить 100 рублей, долларов. Мне это выйдет, ну, может быть, 113, 114. Вот так выйдет. То есть, там есть налог. Ну, там их несколько. Плюс еще у нас есть такая страховка, называется workers' compensation. То есть, в случае получения травмы на производстве. Она обязательная такая, государственная страховка. Ну, в нашем бизнесе она копеечная. Там примерно полтора процента от зарплаты. Это маленькая. Бывает, если вы на стройке бы работали, могло бы быть и 20, и 30, и 50 могло бы быть там на крыше где-то. Вот. То есть, если человек крышу кладет, и вы ему зарплату платите, там ему 100 долларов, а еще 50 только в страховку. Это кроме там всех остальных дел. То есть, есть такие профессии, есть такие ситуации, где вот за счет вот этой страховки. Но если мы чисто про налоги говорим, то где-то 12-13 процентов. Вот так. Если зарплата повыше у человека, то и даже меньше в процентном отношении. Так интересно. Есть некоторые налоги, которые вот с этой части зарплаты берутся, а все, что выше, уже нет. Поэтому, если зарплата более высокая, то процент снижается. То есть, сумма остается, а процент снижается за счет того, что зарплата выше. Параллельно набираюсь опыта. Да, это мы были. Значит, может у вас несколько слов про Норс-Каролайна. А вот у нас как раз на днях-то был Никита, который работал у нас под J1 когда-то сисадмином. Вот он сейчас живет в Норс-Каролайне. И я его спрашивал, я не помню, он на видео там сказал что-то или нет. Ну, там немножко жарче, чем у нас. Там влажности больше, чем у нас. Там немножко больше, как сказать, ну, сельского такого больше. Но есть люди, которые хотят этого. Понимаете, они хотят вот как-то уйти от мегаполиса и во что-то такое. Он живет в Ралле. Это так называемый технологический треугольник. Там есть такое место в Северной Каролине. Вот. У меня лично очень хорошее отношение. То есть там и работа есть, и недорого все. Вот. Но если климат только. Ну, люди привыкают к любому климату. То есть там не то, что там плохой какой-то климат. Ну, так. Можно найти работу в Америке тестировщиком, приехав по Турвизе. Я очень сомневаюсь. Как относитесь к творчеству Довлатова? Ну, я столкнулся еще, когда в СССР жил. Там рассказики какие-то читал. Вы знаете, что есть люди, которые как бы совершенно в восторге от него. Ну, то есть что-то я прямо, не знаю, совершеннейшие фанаты. Но у меня вот такого нет. Ну, то есть, ну, рассказики читал. Ну, нормально. Ну, 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 вот я не фанат. А так, так ничего. Ничего. У нас есть видео про Довлатова на нашем канале. Если вы поищите просто нас на фамилию Довлатов, то вы увидите видео. Это фильм, который был про него снят. И я попросил у людей, которые сняли этот фильм, разрешение повесить у нас на канале. Они говорят, пожалуйста, конечно. И вот он висит у нас на канале, этот фильм. Очень интересный, кстати. Я был на встрече с другом Довлатова, который снимал этот фильм. О нем делал этот фильм. Он писатель, там у него много-много книжек. В Америке он. Вот он живет писательским трудом. И у него про Довлатова несколько книжек. Вот он говорит, а что вам надо? Я говорю, вот разрешение надо. И все, потому что диск у меня был с фильмом. Вот я его повесил, он висит у нас на канале. Даже не знаю, сколько там трафика. Наверное, особого нет, но... В общем, есть такой фильм, о нем никто не знает. Он в Америке снимался. Хочется услышать ваше мнение. Заменят ли экспертные системы врачей? В том числе хирургов. Полностью в будущем. Через 40-40 лет, допустим. Если да, то куда, по-вашему, могут пойти работать врачи? Ну, я даже не знаю, чего сказать. С одной стороны, мы знаем, что врачи пытаются сейчас аутсорсить. Очень многие вещи сейчас делаются такие. Но чтобы заменить врачей, даже я не знаю. Ну вот, не знаю. А как же вот операцию, хирургию какую-то? Как же ты его заменишь? Я с трудом себе такое представляю. Я далек от медицины, но я думаю, что некоторые вещи очень-очень сложно было бы. Очень сложно было бы переложить на роботов, компьютеров и так далее. Хотя, безусловно, какие-то, наверное, можно. И так далее. Вот. Ну, не знаю. Поздравьте меня. Сейчас давайте дочитаем. Я бы уже сразу, но дочитаем. Во вторник у меня было первое в жизни собеседование на английском. А два года назад вы помогли мне решиться на изучение английского. Теперь он у меня флуинт. Спасибо вам, Михаил. Ну, я, честно сказать, на свой счет много не беру. Потому что, чтобы выучить английский с нуля до флуинт, вы должны были какую-то колоссальную работу произвести. Поэтому я так, может, как мотиватор там, конечно. Но это чисто ваша такая победа. Очень хорошая. Мне приятно, что я как-то, вот, значит, ну, можно сказать, поучаствовал. Сбог припек. Ну, так. Это больше так. На вашей совести. Слышали вы про эзотерику Сергея Николаевича Лазарева? Диагностику кармы? Я слышал, но я ничего такого не знаю, чтобы мнение высказывать. Я не могу сказать. Кроме того, что я вообще по этим делам не берусь мнение высказывать. Я слишком такой начинающий. Правда ли, что если рассказывать о своих планах или желаниях, вы таким образом уменьшаете шансы на их осуществление? Потому что, мол, уже рассказали. Скажите, как считаете по жизни это так работает? Давайте я подумаю сейчас. Вы знаете что? Это зависит от, так сказать, чистоты цели. Я думаю так. Это чисто мое такое мнение. Я не хочу там лишнего повесить на это. Но вот так как бы я это так понимаю. Если все, что вам было нужно, это поболтать на эту тему, то, рассказав десяток раз, вы как бы удовлетворили потребность поболтать, и, собственно, на этом все закончилось. Но если это была какая-то очень глубинная вещь, то первое, о глубинном не хочется болтать в суе. Можно об этом поговорить с кем-то, кто очень близок, который поймет человек и так далее. Поэтому о глубинном просто так не болтают. Но какая-то такая апробация, например, если она происходит, она помогает человеку, например, более четко визуализировать конечный результат, как-то прочувствовать. Я вам скажу, что вот, например, женщины особенно, я замечал, они когда какую-то историю, вот мы сочиняем историю, не то что сочиняем, но мы выстраиваем историю жизни человека. Мы что-то выкидываем, что она там не вписывается. Мы что-то, наоборот, раздуваем, потому что оно нам полезно. А что-то мы там как-то принижаем, потому что нет прямой выгоды от нее. В этом рассказе. Расскажи о себе. Вы идете на позицию теста. Расскажи о себе. Идете на практику, интервью проходите, там одна история о себе. А идете уже на рынок, там совершенно другая история о себе. Ну, в смысле, похожая, но все равно другая. Поэтому получается такая история. Я могу сказать, что вот женщины особенно я замечал, вот они что-нибудь расскажут там 3-4-5 раз, и они в это верят так, и их потом вытащить оттуда невозможно. То есть реальность перестает быть реальностью. То есть разговор становится реальностью. Поэтому вот это проговаривание, оно помогает человеку туда уйти, погрузиться, увидеть, переместиться фактически. Поэтому я думаю, что если это такая чистая цель, такая действительно твоя цель, то проговаривание помогает тебе туда попасть. А если эта цель не твоя, то, собственно, поговорил и все. А что тебе еще надо было? Ты же и не собирался толком. Поэтому я бы так сказал. Ну, не берусь так как-то сильно утверждать. Так я вижу в данный момент. Стали бы вы брать придуманную фамилию, если бы ваша звучала нелепо? Я даже не знаю, что сказать. У меня никогда не было такой нелепой фамилии. Знаете что? Я вам расскажу анекдот. Паспортный стол в ЖЭКе, там где-то в потерянии милиции, не знаю где правильно, стоит очередь на перемену фамилии. Ну и там мужик любопытный ходит и говорит, ты что стоишь? Он говорит, хочу добавить ОВВ на конце. Он говорит, ну это понятно. Говорит, а ты что стоишь? Говорит, хочу сзади убрать манну. Говорит, ну тоже понятно. Говорит, а ты что стоишь? Он говорит, хочу сзади добавить АВТ. Он говорит, господи, что за фамилия у тебя? Он говорит, Кацман. Вот, поэтому... Есть люди, которые болезненно относятся к благозвучности их фамилии. Ну, а есть люди, которым пофигу. А есть люди с такими фамилиями, что думаешь, как же он на улицу выходит? Ну, понимаете, они нормально привыкли с детства и все, их совершенно не трогают. Поэтому... Да. Вы вселяете в нас надежду, силу на дальнейшие действия, говорит доктор Пончик. Доктор Пончик заканчивает второй институт. Вот. И может... Да. Что-то вы знаете... Вдруг у меня так что-то кликнуло... Кликнуло и стрим прервался. Думаю, что... Причем это второй раз сегодня произошло. Прервался стрим. Причем не то, что он подвис там, или что прям раз и прервался. Так. Ну, давайте глянем, что у нас там происходит. Так. Поработать какое-то время в Израиле. Другими словами, из Израиля легче эмигрировать и получить визу в США? И лучше сразу делать напрямую из Киева? Я думаю, что из Израиля легче получить визу сейчас. Но если вы поработаете... Понимаете, поскольку сейчас Украина получает без виз там с Европой, я думаю, что будет гораздо проще получать визу в США. Может оказаться, что будет и как бы совсем несложно. Другое дело, что может быть... Если это не политическое убежище, то разницы нет. Но если это политическое убежище, то из Украины это как бы дают, а из Израиля практически невозможно получить. Поэтому смотря как вы... Это самое... Смотря как вы собираетесь легализоваться. Выбираю университет для магистратуры ЛЛМ. Это когда у человека есть юридическое образование, и он приезжает и за год получает американское. Наткнулся на университет в Санта-Клари. Что можете сказать? Ну, это частный университет. Санта-Клари университет. Он нормальный. Ну, то есть он будет вам стоить какую-то копеечку. Ну, конечно, это не топовый университет, где готовят адвокатов. Это правда. Вот. Но он вполне... Как бы он у нас на местности считается приличным. Так. Нано-роботы могут заменить врачей. Я ни разу не видел нано-роботов и даже не слышал про них. Поэтому не могу ничего сказать. 15 тысяч просмотров у вас на фильм про Довлатова. О, смотри-ка. 15 тысяч. То есть потихонечку народ, видимо, нагугливают или там наютюбывают. Я хочу переехать в США для работы в Uber или трак-драйвинге. Ну, товарищ говорит мне, что скоро всех водителей заменят роботы. Есть такая мулька. Да, говорят. Может быть, стоит переехать в Крым или ДНР? Конечно, лучше в Крым или ДНР. Зачем в Америку-то? Там роботам не заменят. Да, роботизация им не грозит. Какое у вас зрение? Вы знаете, что-то всегда было нормально. А последние лет там, даже не знаю сколько, 8-10 очечки. Там типа плюс, там полтора, что-то такое. Возрастное. А вы слышали о работе контентщикам? Контент-спешалист. Насколько они востребованы в США? Я не слышал. Огромное спасибо за труды. Видео наши не только учат, но ежедневно дают стимул работать дальше и лучше. Еще раз спасибо. Продолжайте в том же духе. Вы мой кумир. В этом месте, надо сказать, за это надо выпить. И я бы тогда к концу трансляции был бы абсолютно бухой. Даже если буквально по наперсточку за такие хорошие слова, значит, я бы к концу трансляции уже бы лык не вязал. Кто в курсе, можно ли получить турвизу США в российском посольстве США? Будучи гражданином Армении в российском посольстве США? Если вы живете в Российской Федерации, да. То есть, если вы просто мимо ехали, скажем, по пути в Польшу, зашли за визой, то могут отказать. А если вы говорите, я живу в России, будучи гражданином Армении, то есть для меня естественным образом, это ближайший ко мне консулат или посольство. Потому что я тут живу. Да. Прожил в ЛАИ 4 месяца. Редкостная фигня. Москва на порядок лучше. Видимо, не сложилась у вас в ЛАИ вот эта жизнь 4-месячная. То есть, я не знаю, чего там искали. Ну, живите в Москве. Я думаю, что вы в Москве нужнее. Как бы так мне кажется. В ЛАИ там, слава богу, народу там поболее, чем в Москве, наверное. Там есть люди, там не то, что там не хватало кого-то. О, вы онлайн. Ну, рад вас видеть, говорит Михаил. Передаю вам энергию с горного Дагестана. Друзья, с горного... Там, наверное, барашки у них ходят. Знаете, там горный Дагестан-то. Горный Дагестан. Хорошо. Так. Окей. Приехав по турвизе, устроившись на работу, какие дальнейшие действия можно предпринять, чтобы остаться на ПМЖ в США? А хоть устроился на работу, хоть не устроился. Какие действия предпринять? Жениться можете, например, на политику подать. Думаете, от того, что вы устроились на работу нелегально, у вас появились какие-то дополнительные возможности легализации, что ли? Нет. Прохладное начало лета в Крыму. Правда? Правда? А это как-то влияет? На сезон, люди же отдыхать едут. Июнь. Я всегда в июне. Ну, пацаном, когда был, шесть лет подряд, я ездил, наверное, лет с десяти, с девяти. Я ездил в Крым, в Алушту, в пионерский лагерь. И прохладненькое было море. Вот оно так вот, только приезжаешь там в начале июня, и так оно прохладненькое, а потом так потихонечку, потихонечку, потом смена эта пионерская идет. И уже там под конец уже можно было, там уже не на три минуты пускали в воду, а там может быть на семь, там на восемь, там так классно было. Ой, господи, камушки там были. Не песочек. Роботизация нам не грозит, говорят. Нет. Роботы-депутаты будут брать взятки машинным маслом и качественным металлом. Ой, господи. Так. Интервью с паралегалом Маратом. Не получается взять? Ну, как-то нет. Он обычно приезжает вместе со Светланой Кафтом. Он так сам не ездит. Как начать бизнес в США в области разработки и продвижения сайта? Можете кратко рассказать? А я не знаю, я же никогда не делал такого бизнеса. Если вы делаете этот бизнес в России, так вы должны лучше знать. Ваш канал на YouTube, школа Михаила Портнова, заблокировали. Почему? Не успел и все лекции прослушать. Все лекции есть на нашем канале. Кроме того, есть portnov.com.ru Я не ожидал, что такое популярный канал. Это не мой канал, но с разрешения. Сейчас новый сделан. Я могу пойти поискать его, если хотите. Я могу. Нет, я ушел из скайпа. Ну ладно, у меня в скайпе есть ссылка на новый. Вот. Ну, он есть. Его заново сделали. И сейчас там вешают эти видео про лекции по тестированию. Уже есть. Можете просто поискать. Что вы знаете о новом порядке получения виз при собеседении? Второй круг пошел. Ничего не знаю. В Москве был снег. Политику за эту не дадут. Это правда. Отменят ли грин карту, по вашему мнению? Я говорил на эту тему. Как бы, понимаете, должны, но в силу недееспособности как бы могут и не сделать. Просто не потому, что не хотят отменить, а потому, что просто не в состоянии выполнять целенаправленно те планы, которые у них есть. Вот так же, как они не смогли ничего сделать там с реформой здравоохранения или там с эмиграционной политикой. И вообще все, что взяли сделать, все профукали. Вот точно так же они очень запросто профукают отмены грин карты лотереи, хотя это было в планах. Так. Нетипичный вопрос. По вашему опыту, если обращали внимание на это, правда ли, что левшам гораздо сложнее изучать точные науки или программирование, чем правшам? Вы знаете, не могу сказать, вот помню только в боксе, вот когда занимался, левши как-то вот были успешнее, чем правши. Вот это я замечал. А так вот в программировании не замечал. Изучаю C-Sharp. Хочу устроиться МИД C-Sharp Developer в Лос-Анджелес. Прямо сразу МИД. Может быть, вам сначала джуниор. Реальный опыт тому времени будет два года. Ага. Но везде требования три-четыре. Важен ли опыт, если я себя хорошо покажу на интервью? Английский advanced. Да вам без разницы. Вы устраиваетесь на какую-нибудь работу. Сколько дадут денег? Спасибо. Поработайте полгода. Двигайте дальше. Там в течение пару лет, там пару раз двинетесь, будете получать там застольник. Вот и все. Не нужно, чтобы первая работа была последней. Понимаете? Первая работа – это просто первая. Сходил с девушкой в кино – это же не повод жениться сразу. То же самое. Не нагружайте свою первую работу. Не нагружайте ее вот какими-то требованиями. Первая она есть первая. Первая – от Бога. Вторая – от вас. А первая – упала. Взяли, работаете, живете там. Дальше двигайтесь по своей траектории. Как вы думаете, заодно не помешает помощь аудитории, где и как можно обучиться или переходит обучение на автоматизированную систематизацию? Ничего не понял. Как вы думаете, и заодно не помешает помощь аудитории? Понял. То есть, я думаю, и аудитория. Где и как можно обучиться? Или проходит обучение на автоматизированную систематизацию? Далее. Заводов, компаний и тому подобное. Сам занят вопросом автоматизации парников. Где можно инфо достать? Вот уж не знаю. То, что у мужа была стипендия от Шлюмберджей, может стать плюсом в кейсе при поступлении на PHD по химии в США. Я не знаю, ласточка. Вот уж не могу сказать. Быстро ли вы набрали те 10 килограмм, которые сбросили, когда голодали? В том месте, где все голодают. Вы делали видео об этом. Я не набрал 10 килограмм. Я потерял тогда... Сейчас скажу. Я потерял где-то 16, может быть, 16-17 фунтов. И из них, может быть, 6 отбил назад. То есть, я сейчас все равно на 10-11 фунтов меньше. То есть, килограмм на 5 меньше, чем тогда был. Все 10 я не набрал. Нет. Скажите, вам часто на общественном транспорте ездят до водил из США? Никак не приводят. Ну, практически. Только первые несколько месяцев. Пьяных много попадалось? Странные люди бывают такие. Знаете, может быть, чокнутые какие-нибудь. Там, Сан-Франциско. Здесь у нас нормальный, совершенно адекватный народ ездит. Там, кстати, тоже. Зависит от времени суток. Вот если люди на работу едут, там просто совершенно нормальные люди идут на работу. А если так уже между какими-то делами, там уже странная публика может быть. Вчера пятница вечер. Еду с работы 7 вечера. Пьяный хрош в автобусе, как комаров в деревне. Не, ну у нас так нет. Расскажите про преподавателя Элли, которая преподает в Селениум. А чего Элли? Вот очень славно, ее все любят. Она занимается автоматизацией. У нас когда-то училась. Закончила потом компьютер-сайенс. Я ее знаю с 11 лет. Она приехала с мамой, которая у нас училась. Мама у нас училась, вот когда Элли приехала. Из Сан-Диего они приехали. Вот ей было 11 лет. Вот я ее с тех пор знаю. У нее четверо деток своих. В какой сфере деятельности работают большинство людей в Элли? Так нельзя сказать. Я думаю, там во всех сферах деятельности работают. Там, конечно, Голливуд большую роль играет в жизни города. Но там и оборонка мощная, там и наука, ну там все. Элли это громадный мегаполис, там все. На какие работы в основном устраиваются нерегально в США? Там, где кешевый оборот есть. Вот ресторан, там гостиница, я не знаю, где еще там кишак есть. Вот там, где люди рассчитывают с наличкой. Вот скажем, к нам устроиться в школу нельзя, потому что у нас нет оборота наличных. Мы не берем наличные, ничего. Что вы можете сказать про Юрия Мошу, который помогает людям попасть в США и легализоваться? Мы рекомендуем других людей. У нас на канале есть там, скажем, Таня Богданова. Вот это, я хочу сказать. Привет, здравствуйте. Привет из Германии. Город Хайлброн. Конечно же вы помним. Вы уже нас фактически поставили в положение, когда я выучил название. Так, вы каждый раз приходите и говорите, Хайлброн, Хайлброн. Все, я запомнил. Американец заказал сайт и просит настроить онлайн платежи. Какой агрегатор платежей? Можете посоветовать? К тому же клиент говорит, можно как-то напрямую оформить платеж в Банков Америка. Просит настроить онлайн платежи. Мы делаем все онлайн платежи через PayPal. Значит, у PayPal есть сервис. Вы можете платить либо PayPal, либо любой совершенно кредитной карточкой. Берут, в зависимости от количества платежей и сумм, это может доходить до 2,7%. Может быть, я не помню точный процент. Но поскольку у нас оборот большой, у нас там типа 1,9% они берут. У нас идет через PayPal. Дает ли права грин-карта на бесплатное обучение в США? Если вы живете в штате год, то вы становитесь резидентом этого штата. И вы в этом штате можете учиться, но если не совсем бесплатно, то за символические денежки вы можете учиться в City College, в такого типа учебных заведениях. Символическая плата. Блогер-программист с экономическим обучением. Миллионер из Чикаго. Говорит, что в США давно уже инфляция 10% в год. Но это скрывают, играя с числами. Что скажете по этому его каналу American View? Я не знаю этого канала, я не знаю там ничего такого, что он там говорит. Это его личное дело и это его личное мнение. Я понятен ими. Есть разные системы подсчета инфляции. Ну, конечно, они там что-то такое, наверное, мудрят, но, честно сказать, мне настолько пофигу. В основном мы вот тут ощущаем инфляцию по стоимости недвижимости, вот когда она растет, 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 вот там за 4 года последних удвоилась. Это не то, что она каждые 4 года удваивается, удваивается каждые 10. Где-то падает, где-то стоит, где-то растет. Вот стоимость рента. Вот сейчас, скажем, ван-бэдером квартирка, которая там 4-5 лет назад сдавалась за 1050, за 1100 долларов, сейчас идет там за 2. Вот мы это чувствуем. Вот это наша такая местная инфляция. Но сказать, что у нас 10% инфляция, например, на всем остальном, там, скажем, на продуктах, питания, на товарах и так далее, ну, нет, конечно, близко такого нет. Близко нет. Ведь что такое инфляция 10% в год? Это удвоение цен, или, скажем, обесценивая денег вдвое за 7 лет. Ну, близко такого нет. Ну, близко нет. Даже у нас тут, где жилье дорогое, то есть, если вы жилье оставите в сторону, а в целом по стране жилье не является проблемой никак. Это у нас просто дурдом такой специфический. У нас не обесцениваются деньги вдвое за 7 лет. То есть, это абсолютно бессмысленно. Но, если есть какие-то критерии, по которым он посчитал, или кто-то посчитал, а он с ним согласен, там, и так далее, и так далее, да-да-да, ну, ради бога, ну, пусть говорит, что ж такое. Про пьяных добавлю. Один из них предложил вчера пивка попить прямо в автобусе. То есть, добрый человек. Хорошо. Надеюсь, мы увидимся через год. Доктор, приходите, вы будете моим любимым доктором. Мы с вами будем пончик кушать. Пойдем, я знаю место, где шикарные пончики. Мы с вами съедим пончик. Ну, пополам, в основном, я так целый не съем, а так половинку. Онлайн-платеж на сайте. Можно ли напрямую оформить в банк? Я не знаю, я же не специалист по этим делам. К нам приходят на PayPal, и мы дальше там нажатием кнопочки переводим на счет в банк. То есть, он не сразу попадает в банк, он накапливается на PayPal, а потом тюк его, и он в банк. То есть, этот аккаунт на PayPal ассоциирован с счетом в банке нажатием кнопочки. Как развита транспортная инфраструктура в Сан-Хосе? Можно ли там жить без машины? Тяжело без машины. Сейчас вы видите менее уставшим, чем на предыдущих, это очень заметно. Вы знаете, что я поспал, может быть, там пару часиков, но я ночью мало спал, потому что мы ездили в аэропорт, встречали Валерию, и я спать лег в 3 часа ночи, а встал в 9. Вот такого плана. Так что я еще поспал днем немножко. Передай привет Маше Шадриной. Машенька, вам привет. Маше Шадриной, привет. Сложно ли найти работу в LA, Java, Android, Junior, разработчику? Но если вы вообще опыта никакого не имеете, то есть вы такой Junior, что вообще книжку прочитали, это, наверное, сложнее. Ну, находят люди. Какое место выбрать в качестве первого места жительства? Нью-Йорк или Лос-Анджелес? А оба замечательные. Я не стал бы между ними различать. Ну, климат разный. Но оба совершенно замечательные. Сан-Хосе – дорогой город сегодня. Ну, не такой, как Сан-Франциско, но в Кремнево-Долине все дорогое. Привет из Вены у нас. Трейлерные парки для вновь прибывших. Рассматриваем Сан-Франциско. Где найти список парков? А я, честно говоря, никогда не видел трейлерных парков в Сан-Франциско. Я даже представить себе не могу. Обычно трейлерный парк стоит в таком месте, где земля очень дешевая. А в Сан-Франциско все безумно дорого. В Украине… Вот в Сан-Узе много трейлерных парков. Вот там есть. В Украине никак не решается проблема с PayPal. Это правда. Я, как рукодельник, очень озабоченно страдаю от владельца магазинов на ЕЦИ. Не решается проблема с PayPal. И в Грузии не берет. А в России я вот пытался тут заплатить. Так там какие-то комиссии очень большие. То ли с PayPal, то ли с банка, куда сбрасывается с PayPal. Очень какой-то кошмар. Есть нужно, чтобы жить. А не жить, чтобы еда была прямо на первом месте в жизни. Вот купить, да память терять. Ноги, голова не слушаются. Друг друга, потом ломка с головной болью, болью в животе. Это какие-то сложные, тяжелые переживания. То ли от тяжелых наркотиков, то ли от систематического опьянения. Мне этот опыт, в общем-то, не близок. Можно ли взять в лизинг автомобиль резиденту без кредитной истории? Можно, но надо иметь кредитную карточку. После въезда по Green Card. А, в лизинг. Я понял. Я думаю, вы про рент говорите. В лизинг. Без кредитной истории. Я думаю, вам не дадут. Если работа есть. Вот, допустим, вы работаете, получаете свои 60-70-100 тысяч. И приходите, говорите, я вот резидент, работа есть, а кредитной истории нет. Они говорят, ну, пожалуйста. Найдется какой-то банк, который вам профинансирует под какой-то достаточно высокий процент. Нормально. Передайте привет Степе, Шадове. Машенька, я больше не буду передавать приветы. У нас другого плана канал. Вы сами уже там привет передайте Степе. Как начать юридический бизнес США? Юридический бизнес США? Если я гражданин России, где есть ООО, нужно ли там регистрироваться с точки зрения закона, или я могу брать заказы в США, находясь под российской юрисдикцией? Я не знаю, какие заказы вы хотите брать. Может, там замочить кого. Но, понимаете, история. Для того, чтобы предлагать юридические услуги, надо иметь лицензию. Но, как организация, вы не должны иметь лицензию. Просто люди, которые у вас работают, должны иметь лицензию, если это люди американские. Если услуги оказываются в Российской Федерации, в отношении каких-то законов Российской Федерации и так далее, то им не нужна американская лицензия. Я не понял, что за бизнес у вас, честно. Если улыбнется удача и выиграю грин-карту, то нужно сразу все бросать и ехать в США. Или это можно сделать в любое удобное время или период жизни. У вас есть 6 месяцев. Реально. Нет, в любой период жизни нельзя. Это же там не медаль какая-то. Где лучше просить политическое убежище? В РФ или лучше, приехав на территорию США? Я думаю, что в РФ у вас не очень получится просить политическое убежище. Кроме того, шансы, что вам откажут, астрономически выше. Если бы там, даже вы могли бы это там. Дают ли тебе медстраховку, если ты имеешь грин-карту? Или для этого что-то нужно? Нужно заплатить денежку. Или нужно быть бедным? Если ты бедный, вам так дадут. Если не бедный, надо денежку заплатить. 40% украинцев отказывают в визах в США. Это правда. В России только 10% отказов. Все изменится после получения без виза? Ну, не в один день. Ну, да. Конечно, риск снижается. Если вы можете, допустим, поехать в Европу и там нарушать визовый режим. Зачем вам в Америку так далеко ехать? Кстати, через 9 дней у украинцев может быть шанс больше получить визу. Спасибо, Михаил. Я не уверен, что это произойдет прямо в тот день, когда откроется без виз. В этот же день американцы начнут легче давать. Я так не думаю. То есть надо будет просто рассказывать, где вы были, в каких странах. Может быть, как-то вот так. То есть это не в один день произойдет. Но это должно улучшить ситуацию. Я так думаю. Я же даже не скажу заранее. Наверняка. Я имел в виду бизнес по созданию и продвижению сайтов. Я ничего не понял. Юридический бизнес. А, господи, я извиняюсь. Я понял, что бизнес юридический сам по себе. Значит, и так. Бизнес по созданию сайтов. Есть у него какая-то регистрация в России. И он хочет создать отделение. Можете создать как отделение. Можете создать как независимый бизнес. Вопрос в чем? Нужно ли регистрироваться с точки зрения закона? Или я могу брать заказы в США, находясь под российской юридикцией? Ну, бизнес-лайсенс-то возьмите какой-нибудь. Если у вас есть офис, и сотрудники, и так далее, вы должны иметь бизнес-лайсенс. Это ничего не стоит. Вы идете в сити, платите, не знаю, сколько там вам скажут заплатить, 30 долларов. И вот у вас лайсенс. 100 долларов. Не важно. Какова пенсия в США по старости? Минимальная и так далее. Минимальная? Я боюсь соврать, но... Если на двоих, там что-нибудь, может быть, 1200 долларов. Ну, там... Ну, я не помню, честно. Я давным-давно с этим не сталкивался. Еще от штата зависит, там, от всяких обстоятельств. Тяжело ли открыть свой бизнес в США, и большие ли там налоги для начинающих предпринимателей? Открыть бизнес вообще ничего не стоит. Пришел и открыл. Большие ли налоги для начинающих? А что для начинающих, что для продолжающих? Прибыль есть, плачешь налог? Нет, не обременительно. Не обременительно. Тем более начинающий, там, ему платить-то не с чего. Что там за налог у него? Сколько будет процента отказов у украинцев после безвиза? Не сразу, со временем, так как вы и говорили, я не знаю. Ну, если сейчас 40%, может быть, будет 10, а может быть, 5. Ну, посмотрим. Это же зависит от практики. Вот если, допустим, они снижают планку, да, начинают лучше выдавать визы. Дальше выясняется, что народ реально злоупотребляет. Ну, они поднимут планку. Если выяснится, что планка снижается и вроде осложнений нет, значит, можно еще понизить. Я так думаю. Можно ли переехать в США с одной тысячи долларов? Да можно вообще бесплатно на сушу и вообще без денег. Ну, и так тоже можно. С тысячи, да можно, можно, можно. Конечно, лучше, когда деньги есть, но можно, тысячу долларов можно. Можно, вы не из голода, вы не умрете, там, в ночлежке какой-нибудь бесплатный переночуете или там, ну, да. Можно ли получить политубежище без реального кейса? Ну, как вы так вот, вы идете, суд же рассматривает. Суд говорит, что у тебя? Вы говорите, реального кейса нет. Суд говорит, спасибо, до свидания. Занимаются ли адвокаты в штате подобным? Вопрос необычный. Вопрос очень обычный, совершенно такой обычный вопрос. Ну, адвокат дорожит лицензией. То есть, вы скажете, давайте я, приходите к адвокату, говорит, сочини мне историю. Адвокат говорит, ошел бы ты лесом. Потому что ни один адвокат не хочет со странными людьми иметь дело. Поэтому разбирайтесь в вопросе, разбирайтесь. Я сегодня уже говорил, у нас есть плейлист, политическое убежище называется. На канале, вот, посмотрите. Любите ли вы домашних животных? Ну, у нас была собачка, но вот мы как-то вот так не... В общем, умерла собачка, переживания всякие, мы больше пока не заводим. 1200 на двоих по старости. Это такой стаж, выслуга. Нет, ну это же минимально. Это вот бывает, что вы выработали столько, что вам, ну там, 300 долларов или там 150. Вам тогда дают некий минимум. То есть, вот, да, то есть, даже если вы заработали там по 150 на человека, вам дадут все равно там по 600. Потому что вы, ну, какой-то минимум должен быть. Безусловно, влияет на размер пенсии, зарплата, которую вы получали, всякие отчисления и так далее. У меня, например, пенсия, что-то 2400, что ли, я не помню, 2500. Приходит раз в год, мы там где-то, у меня 2500, и у света моей тоже самое. Как вы столько сидите за компьютером? Да я на стуле сижу, что я за компьютером. Целый стрим. Так. Сложно ли найти одинокую женщину с желанием выйти замуж за иностранца? Кому сложно, а на кого вешаются, знаете, как-как? Я думаю, что не так сложно, ну, ну, просто надо искать, надо, надо предложить что-то, понимаете, вы, вы, ну, что замуж? Ну, человек же не выходит замуж просто, вот, хотелось замуж, но надо что-то предложить. Я не имею в виду деньгами откупиться, я имею в виду женщине, которая хочет выйти замуж, надо что-то предложить, чтобы ей хотелось выйти замуж. Если оформлять ребенка в школу США, необходимы ли какие-то документы о предыдущем обучении в Украине? А как же? Поздравьте, пожалуйста, Олега и Марину с годовщиной свадьбы. Не, ребята, я не занимаюсь этим. Я уже вот, первая просьба была, я поздравил, все, я не хочу превращать канал вот. То есть я искренне рад, что первая годовщина и за Марину и Олегу очень рад. Ну, ну, просто я так не, я бы не хотел, чтобы у нас канал в такой превращался. Я, я вот 41 год уже женат, я очень, я очень семейственный такой человек. И я считаю, что это совершенно потрясающе, когда люди друг друга находят, потом у них детки растут и так далее. Это очень-очень здорово. Я, я очень за вас рад, ребята. Вот. И за всех остальных тоже, кто вот так на семейном фронте как бы хорошо себя чувствует. Могу ли я подать на политическое убежище? Есть история и доказательства. Ну, если есть история и доказательства, конечно, можете. Пенсия 140 тысяч рублей в рублях на одного. Ого. Ну, это, видимо, пенсия бизнесмена. Ну, человек, налоги платишь, вот тебе и пенсия. Это я, почему нет? Ну, я, наверное, если бы инженером был, наверное, так же примерно был. Я не знаю. Ну, это с хорошей зарплатой, конечно. Получил визу L1, поездка отложилась. Могу ли я в своих целях поехать в Штаты, например, на отдых? Я думаю, виза L1 позволяет вам ездить. Ну, вас же не спрашивают, чем ты занимался. Приехал, поехал туда-сюда. Почему нет? Моя жена российский юрист со стажем. Вопрос. Если при переезде в США, сколько ей нужно переучиваться? Год, два, три? Год. Она должна год проучиться на мастера по ЛО. И после этого она должна сдать экзамен. Ну, как бы, как в коллегии адвокатов сдается экзамен на право практиковать. Учиться год. Возможно ли потом устроиться юристом? Или в США только есть адвокаты, юристы на предприятии? Есть юристы на предприятиях, так называемые in-house, они называются. In-house. Они есть. Возможно ли устроиться, это сложно. В том смысле, что, ну, как сказать, не то, что вот там тебя ищут, и чтобы тебя только загрести. Но есть очень много работы паралегалом. То есть, это как бы помощник адвоката. Этой работы очень много. Вот. И там, может быть, не так здорово платят. Но, во всяком случае, ты уже в профессии, сдаешь потихоньку там свои экзамены, ищешь лучше. Паралегаловской работы очень много. Работать, так понимаю, не могу нигде, кроме фирмы, что дело дала или один. Ну, конечно, условия такие. Почему ваши сотрудники все русскоговорящие из постсоветского пространства? Так а откуда же им быть? Каковы критерии отбора сотрудников? У нас бывали и другие. У нас и американец был, дяденька. У нас из Индии была девочка. Ну, так вот, как-то так вышло. Время идет, как-то так народ фильтруется. Вот остались вот эти. Как бы мы не зациклены на этой части. Ну, так получилось. У вас проблемы какие-то с русскоговорящими? Так. Здравствуйте. Подскажите, если не трудно, какой пример процент или акциз за авто, пригнанное из Японии и другие страны? В гугле нашел, что 2,5% и тесты... Не знаю. Меняется же еще тоже. Я когда-то читал книжку на эту тему, когда только приехал. Ну, и там подробно все было расписано. Но вот, я думаю, что за это время многое изменилось. Кроме того, я не помню, там все-таки 25 лет прошло. Соединенные Штаты усложнили правила выдачи въездных виз. Ну, вопроса не вижу. Подскажите, пожалуйста, чем отличается паралегал от Ассоцией Атерни? И у кого больше зарплаты? Не, ну все-таки Атерни – это Атерни. Понимаете? Значит, это адвокат. У него есть лицензия, он член коллегии и так далее. Вот, поэтому это гораздо больше зарплата, чем у паралегала. То есть он, может быть, Ассоцией Атерни, а может быть, еще и партнер. Партнер еще больше получает, чем Ассоцией Атерни. Это адвокат, это разные категории. Поеду летом в Италию из Украины. Хочу видеть Флоренцию, Венецию, Рим, Милан. Это хорошая, так сказать, программа, мне нравится. Вы девочку встречали в аэропорту, по H1B привезли? Нет, нет, нет. По H1B мы не могли бы ее привезти. Это практиканская виза, для стажеров. Кто может устроиться на работу? Требуются ли сотрудники? Не требуется. Прокомментируйте новости. Trump administration has asked the Supreme Court of the United States to allow the executive order. Че так и не закончил. Да, че комментируйте? Ну, пусть обратился человек в суд. Да хрен бы с ним, пусть обратится в суд. Какая разница? Green card. Без разницы, что он делает. Это настолько не имеет никакого значения. Ни что он делает, ни что он говорит. И так далее. Не имеет никакого... Бог с ним там. Green card. Перестает ли действовать после выезда из США? Что такое говорить? Как долго действует green card? Ну, по идее считается, что вы не должны выезжать более чем на полгода без какой-то причины такой. То есть, если вы ехали до полугода, вас даже не спросят ни о чем. Если это было больше полугода, то вас спросят, а где были? Если это превысит два года, то вас могут просто не пустить в страну. Продолжение вопроса. Ну, хорошо. То есть, ему отказали раз, отказали в апелляционном суде, теперь он хочет в Верховный суд. Да, он пытался. Можно ли найти в США работу с опытом образования в нефтегазодобыче? Ну, индустрия такая есть, понимаете. Можно ли найти работу? Даже не знаю. Актуален ли PHP? Ну, люди работают, я не знаю. Что думаете об усилении выдачи виз в США? Что-то заколебали этим вопросом сегодня уже, наверное, раз 7-8. Так, если в соцсетях напишите «Крым наш», вас не пустит. Улыбочка. Да. Если вы думаете, что вы пошутили, то я, честно говоря, не уверен. Да. Так что, хорошо. Значит, народ. Такое ощущение, что мы иссякли, и, собственно, уже мы в линии, ё-моё, 4 часа. Всё, тогда мы с вами прощаемся. И до встречи через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok